Глава четвертая. Глава четвертая. Выписан после освидетельствования комиссии четырнадцатого полка, признавший меня годным к строевой службе. Ну и отправляйтесь тогда в четырнадцатый полк к Савицкому. Пусть он что хочет, то и делает с вами. Разрешите мне принять по-прежнему охотничью команду? На руках, что ли, вас будут носить в разведку? А войс на четвереньках поспею за солдатами. Ладно уж. Вы мне сейчас, откровенно говоря, очень нужны. Без вас в охотничьей команде все пошло вверх дном, и я не знаю, что делается под носом. Но желаю всего лучшего. И Семенов крепко пожал руку поручика. Лучший офицер у меня в полку. Бросил он адъютанту, когда Стах вышел. Только всегда с начальством не в ладах. Узнав о возвращении Инжиевского, стрелки и охотники, побросав все свои дела, кинулись к нему. «Евстахи Казимирович, вот радость какая! Без вас дело у нас совсем расклеилось!» Стах начал расспрашивать, что произошло в его отсутствии. Оказалось, что заменивший его поручик Мейнят сместил едва ли не всех начальствующих из нижних чинов. И Инжиевскому пришлось всех возвращать на прежние места. Стах перераспределил также и людей между взводами, чтобы старые, наиболее опытные разведчики равномерно попали в каждый из них. Ими стали командовать простые солдаты, иногда и штрафных, но опытные и лихие разведчики, а плохие унтеры стали в строй рядовыми. Вечером за обедом в штабе полка Семенов предупредил Стаха. «Что касается произведенных вами перемещений среди нижних чинов, то ответственность за них возлагается целиком на вас. Неплохо бы такую перестановку произвести во всем Артуре», — заметил Инжиевский. Семенов сбоку взглянул на него, хитро улыбаясь, и, поправив свои новенькие золотые флигель-адъютантские аксельбанты, спросил, «Вы поручили бы мне заведовать дивизионным обозом. А сами приняли бы командование дивизии? О, нет. Прежде всего, убрал бы куда-нибудь подальше из Тесселя, Фока, Никитина, Рейса, Наляву Тишань. И посадил бы под крепкий караул. Романа Исидоровича поставил во главе обороны, а в помощь ему дал бы вас и Третьякова. А Смирнова куда? Учителем арифметики в Пушкинскую школу Семенов громко захохотал, «Придумали вы ему место!» и поспешил переменить тему разговора. «Я слыхал, что под Леояном должен произойти генеральный бой между нашими и японцами. Говорят, много шансов на нашу победу», — проговорил он. «Будут японцы под Артуром сидеть смирно. Значит, в Манжуре им наступили на хвост. Полезут на штурм, значит, мы побиты под Леояном», — отозвался Стах. Для Стаха охотники выбрали большой просторный погреб под разрушенной кумирни. Японцы, разбив пагоду, больше не стреляли в этом направлении. Стрелки расчистили подступы к нему, подмели помещение, натащили свежего душистого сена и, по возможности, придали жилью уютный вид. Отправив солдат в разведку, утомленный иззади Нинжиевский с удовольствием вытянулся на сене и погрузился в дремоту. Охраняя сон командира, два охотника по своему почину улеглись у входа. Ночь выдала с рая. С моря наползал туман, заполняя все низины и овраги. На позиции их было тихо. — Теперь дело у нас пойдет, — тихо проговорил один из стрелков. — Поручик наш человек правильный, солдата насквозь видит. — Да, наш стах своих в обиду не даст, беречь его следует. И от японских пули, от начальства. После полуночи разведчики стали возвращаться. Они хотели было тотчас же разбудить Нинжиевского, но стража не позволило. — Соберутся все, тогда разом и доложите, а то до утра всю ночь беспокоить зря человека будете. Стрелки охотно соглашались и тут же укладывались на землю. Утром, выслушав доклады солдат, Нинжиевский удивился одновременности их возвращения, но никто не выдал ему причины этого. По донесениям разведчиков, вырисовывалась ясная картина сосредоточения довольно значительных сил противника против Западного фронта и подготовки к новому штурму, о чем свидетельствовало сооружение ряда осадных батарей в этом районе. О результатах разведки стах доложил Семенову. — Похоже, что ляянта отдали. Задумчиво проговорил полковник, разглядывая на карте вновь нанесенные батареи и траншеи. Сейчас конным ординарцам пошлю донесения Роману Исидоровичу. Поручик выбрал одного из своих стрелков и велел ему по дороге заехать в пушкинскую школу с запиской, к которой он присоединил полевые цветы для Лёли. Заметив это, охотники быстро набрали огромный букет. Один из разведчиков, поляк-садовник, с большим вкусом подобрал цветы и преподнес стаху. Для Елены Федоровны, — сказал он, — Янжиевский был очень тронут. И этих людей смеют презрительно называть сволочью, — подумал Янжиевский, — и тепло поблагодарил солдат. Кондратенко появился в деревне около полудня и направился прямо к Янжиевскому. Еще раз выслушав доклад о результатах разведки, генерал попросил провести его на такое место, откуда он мог бы видеть, возможно, больше. Стах вызвал Денисова. — Есть такое место, ваше превосходительство, только в версте впереди наш Кокопов. Днем туда можно добраться лишь ползком. После недолгого размышления Кондратенко переоделся в солдатскую рубаху, надел чью-то не очень чистую фуражку и с биноклем в руках отправился за фельдфебелем. Стах из-за ранения не мог идти с ним и издали наблюдал за продвижением генерала. Семенов сердито напустился на поручика. — Как вы и не отговорили Романа Исидоровича от посещения наблюдательного пункта? — Где это видано? — Чтобы генерал, как простой стрелок, целую версту полз на животе! — кипятился полковник, наблюдая в бинокль за двумя серыми фигурами, ползущими далеко впереди русских окопов. Янжиевский старался как мог успокоить полковника. Все же оба провели весьма тревожный час, пока, наконец, Кондратенко вернулся. Потный, запыленный генерал был возбужден и доволен своей вылазкой. Все видел и высмотрел. Данные разведки подтвердились полностью. Я разглядел даже еще несколько новых батарей в этом районе. — Несомненно, готовится штурм. Только не на Западном фронте, а против вас! — предупредил он Семенова. Отдав затем еще ряд приказаний по усилению обороны северного участка, генерал уехал. Семенов со стахом и адъютантом засели за детальную разработку плана обороны полкового участка. Прошло несколько дней. В ночь на 3 сентября неожиданно обнаружилось наступление до роты японцев от Шушуина на передовые окопы Кумирненского редута, расположенные в непосредственной близости к этой деревне. Янжиевский решил атаковать их с флангов и отрезать от своих. С этой же целью он вызвал команду разведчиков. Не желая беспокоить уже спавшего Семенова, он договорился с командиром штабной конвойной роты, и они двинулись на врага. — Шуму не поднимать! Не стрелять! Действовать штыком и прикладом! — поучал Янжиевский охотников. По сигналу, крику, совы, русские бросились в штыки. Произошла короткая кровавая схватка, но, правда, соблюсти полную тишину не удалось. Кто-то крикнул от боли, грянул ружейный выстрел, в воздухе засверкали ручные ракеты японцев. Ночь оживила с шумом боя. Пришлось разбудить Семенова, который ввел в бой еще две роты из резерва. Заговорили крепостные батареи. Только к рассвету стихла, наконец, стрельба. В числе захваченных пленных оказались два офицера. У них нашли приказ по манчжурской армии о разгроме русских под Ляояном и приказ ноги о предстоящем новом штурме Артура. «Дабы, возможно, скорее смыть позор затянувшейся осады со знамен страны восходящего солнца», — «цветиста», — писал командующий японской осадной армией. Семенов, не выспавшийся и злой, диктовал адъютанту реляцию о происшедшем. Он постарался скрыть факт самовольных действий своих офицеров, приведшие к ночной стычке и значительным потерям, и подчеркивал положительные результаты разведки. «Почему вы меня не разбудили на час раньше? Все было бы в порядке. Японцы наступают. Мы обороняемся. А теперь изволь доказывать?» — брюзжал полковник. «Стессель этого случая не пропустит». «Бог не выдаст, Стессель не съест», — отшучивался Стах, хотя и понимал, что подвел своего командира. К вечеру неожиданно приехал Фок и заявил, что прислан для расследования ночного инцидента. Он просидел до глубокой ночи, учинив форменный допрос офицерам и многим из солдат. Почуяв неладное, Семенов сообщил о визите Фока Кондратенко. «Последний тотчас же прибыл в штаб двадцать шестого полка. Рад вас видеть, Александр Викторович, в добром здравии», — приветствовал он Фока. «Зачем изволили пожаловать?» «Прислан начальником района для проверки поступивших в штаб сообщения о вопиющих безобразиях в двадцать шестом полку». «Мне отковых ничего не известно. Наоборот, двадцать шестой полк я считаю лучшим, надежнейшим в моей дивизии. Очень жаль. Но должен вас разуверить в этом. Большего беспорядка, чем у флигеля-адъютанта Семенова, нельзя себе и представить. Офицеры, нигилисты и либералы самовольно, без ведома командира, вводят в бой чуть ли не весь полк, несут напрасные потери и все из желания заслужить славу героев. Прошу конкретнее, ваше превосходительство. Кто в чем виноват?» «Семенов в том, что совершенно распустил полк». «Янжиевский в самовольстве, приведшем к бессмысленным потерям, а вы в недостаточном надзоре за полками вверенной вам дивизии». «Вы доводите об этом до моего сведения по поручению Стесселя?» «Нет, это мои выводы после ознакомления с положением в двадцать шестом полку. Они меня не интересуют. Поскольку я являюсь начальником сухопутной обороны, то я сам и доложу обо всем начальнику района подать генералу лошадь». Громко приказал Кондратенко. «А если я не уеду?» Зло сощурил глаза Фок. Кондратенко нервно заходил по двору, быстро соображая. «Рубить с плеча, опереться на свои полки и моряков, арестовать Фока, Стесселя, предать суду, самому принять общее руководство обороны и сместив Смирнова?» Быстро несли смысл в его голове. «Но ведь полки четвертой дивизии, тринадцатой, четырнадцатой, пятнадцатой пойдут за Фоком. Может возникнуть междоусобие, а тут на носу новый штурм. Нет, не сейчас. Лучше в другой, более подходящий момент». И Кондратенко облегченно вздохнул. Решительные и крутые меры были не по нем, и он с радостью ухватился за спасительную отговорку о предстоящем штурме. «Надеюсь, вы не станете упорствовать, Александр Викторович?» Уже мягче проговорил Роман Исидорович. «Хорошо. Но я отсюда еду, прямо к Стесселю», — пригрозил Фок. «Значит, нам по дороге». Чуть насмешливо заметил Кондратенко. «Нет, туши избавьте». «И до сей поры, и до моей гробовой доски наши дороги никогда не совпадали и не совпадут». «С необычайной для него пылкостью», — проговорил Фок. Генералы раскланились и разошлись. Узнав о происшедшем, Стессель растерялся. Недавно сместив Фока, он теперь стоял перед дилеммой смещения Кондратенко и замены его Фоком. Сомнение решила Вера Алексеевна. «Без Кондратенко Артур не продержится больше двух недель. Мы не знаем точно, что делается у Куропаткина, поэтому назначение Фока еще рано». Все же Стессель счел долгом отдать следующий приказ по войскам Квантунского укрепленного района. В ночь со 2 на 3 сентября 26 военно-стрелкового полка поручики Инжиевский, не доложив командиру полка, самовольно взял охотничью команду, штабную конвойную роту и пошел производить различные геройские поступки, не имеющие никакой ясной цели, а показывающие. Первое. Что есть офицеры, которым ничего не стоит бессмысленно загубить несколько десятков солдатских жизней, да потом еще доказывать, что он молодец и герой. И второе. В 26-м восточно-сибирском стрелковом полку наблюдается полное отсутствие порядка. Предписываю Инжиевского отрешить от должности, зачислить внестроевую часть и отнюдь них каким наградам не представлять. Командиру 26-го стрелкового полка флигеля адъютанту полковнику Семенову объявляю строгий выговор за отсутствие внутреннего порядка. Начальнику же 7-й восточно-сибирской стрелковой дивизии генералу Кондратенко ставлю на вид генерал-адъютант Стессель. Теперь японцы могут спать спокойно, конец вылазкам, — резюмировал Кондратенко, прочитав приказ. На следующий день стаг был назначен смотрителем лазарета при Пушкинской школе. Все учительницы и в особенности Лёля остались весьма довольны таким оборотом дела. Звонарев и Борейко орудовали на залитерной батарее, стараясь, возможно, лучше замаскировать ее от наблюдений противника. Прапорщик, кроме того, занимался укреплением блиндажей и пороховых погребов, перекрывая их сверху рельсами и бетоном. Летняя жара постепенно спадала, изредка проходили теплые дожди. Засохшие летом деревья вновь одели свежей листвой, на фронте было почти спокойно. Японцы изредка обстреливали форты и батареи, перенося огонь в тыл, на город и порт. Но к бомбардировкам порт-артурцы уже привыкли и научились быстро покидать обстреливаемые участки. — Сегодня он бьет все время по району Пушкинской школы, — беспокоился Борейко, оглядывая город в бинокль. — Теперь там работает стах. Он занялся вместе со своими легкоранеными охотниками приведением здания в оборонительное состояние, — сообщил Звонарев. — Не сообразишь, даже повезло ему или нет. — Отставлен от наград. Зато оказался в тылу около жены, — задумчиво заметил Борейко. — Тебе-то, Оля, везет или нет? — Да не знаю, что ей ответить. — Пожалуй, скорее удача, но, во всяком случае, не такая, как у тебя с Варей. — Варя, по крайней мере, оригинально. Сперва греет плеткой, а затем крепко поцелует. К батарее подошел ординарец, ведя за собой лошадь под офицерским седлом. — Прапорщику Звонареву пакет протянул солдат. Звонарев торопливо его распечатал и прочитал. — Ввиду ранения командира саперной батареи капитана Вениаминова, вам предлагается срочно принять командование этой батареей. Об исполнении донести генерал Белый. — Вот так фунт! — Где находится эта саперная батарея? — обернулся прапорщик Гбарейко. — В версте от Нового Города. Строилось еще в мирное время бетонное, пушки шестидюймовые, береговые. Место открытое и сильно обстреливается. Одним словом, тебе там в случае атаки на Западный фронт будет весело. — Нельзя ли взять с собой несколько человек наших? — Дело будет вернее. — Некого. Половина роты ходит перевязанная. Может, потом кого-нибудь подошлю. — Пообещал Барейко. Простивший со своим другом и солдатами, прапорщик сел на лошадь и тронулся в путь. Ехать пришлось медленно, так как старый город обстреливался японцами. В новом городе его из окна окликнул Андрюша. Узнав о назначении, лейтенант предложил Звонареву пользоваться своей квартирой. Отсюда тебе будет совсем близко. Расспросив Акинфеева о делах, офицер двинулся дальше и через полчаса прибыл на саперную батарею. Матросы и солдаты, обслуживающие батарею, не спеша приводили в порядок полуразрушенные брустверы и траверсы. При появлении прапорщика солдаты и матросы вытянулись. Поздоровавшись с ними, он объявил о своем назначении командиром. — Нам про то ничего не известно, — сумрачно возразил унтер-офицер-моряк. — Раз я довел до твоего сведения, значит, известно. — А теперь марш по своим орудиям, да работать поживее, — приказал Звонарев. Батарея довольно сильно пострадала от ежедневных обстрелов. Даже бетонные сооружения были полуразрушены, действовали только морские пушки. После осмотра Звонарев решил замаскировать орудие или хотя бы прикрыть номерных щитами. Нуждались в усилении бетонные казематы. Собрав вечером солдат и матросов, он подробно изложил им свои намерения. Артиллеристы несколько усомнились в возможности такого переоборудования, зато матросы сразу же поняли его мысль. — В порту наберем броневых листов и приклепаем их к пушкам, а то потребуем снять щиты с негодных старых судов, всадника, забияки и других, — предлагали они. — Вы бы, ваш бродь, поговорили с капитаном второго ранга Клюбфелем. Они у нас ведают всей морской артиллерии, которая связена на сухой путь. Прапорщик решил на следующий же день заняться этим. Наблюдательный командирский пункт тоже был оборудован весьма примитивно. Во время стрельбы приходилось высовываться по пояс над бруствером и в бинокль наблюдать за падением своих снарядов. Звонарев велел сделать над головой перекрытие железных балок и мешков с землей. Утром, едва взошло солнце, приехал Белый. Легко соскочив с лошади, на ходу расправляя пышные усы, он быстро подошел к батарее. — Ваш броди, наш генерал прибыли, — разбудили еще спавшего Звонарева. — Когда сюда явились? — спросил прежде всего прапорщика Белый. — Где и как столуетесь? — вчера ел из солдатского котла. Выслушав затем предположение прапорщика о переустройстве батареи, генерал коротко бросил. — Все это отлично. Но японцы готовят новый штурм. Проверьте пристрелку всех целей, сейчас не до переделок, а там видно будет, что и как. И генерал отправился на соседнюю батарею. День прошел спокойно. Звонарев дал несколько выстрелов, чтобы ознакомиться с целями, по которым была пристрелена батарея. В это время к нему неожиданно подошел Блохин. — В ваше распряжение прибыл, ваш бродь! — гаркнул он. Офицер от неожиданности даже вздрогнул. — Тебя поручик прислал. — Так точно! Пойди, Грит, присмотри, чтобы их благородие кто-нибудь на саперной не обидел! С добродушной усмешкой ответил солдат. — Ты один пришел? — Никак нет, со мной Ярцев-сказочник, да Юркин-телефонист. Обрадованный прибытием своих, прапорщик посвятил их в планы переустройства орудий и батарей. Вскоре начался методический обстрел батареи сразу с нескольких сторон. — Будет теперь черт до вечера сюда стрелять! — бурчали солдаты. Разыскать хорошо укрытые за складками местности японские батареи не удавалось, саперная же с вновь насыпанными брустверами четко вырисовывалась на самой верхушке сопки. Японскими снарядами брустверы были снесены до основания. Одно из орудий подбито, завалился пустой пороховой погреб. Несколько снарядов попало и в командирский блиндаж, в своде которого появились зловещие трещины. Прапорщик решил отвезти людей с батареи в тыл. Отойдя с полверсты, Звонарев укрыл людей в глубокой промоине, а сам отправил донесение в штаб Ирмана, который начальствовал над этим участком. Началось томительное сидение на солнцепёке. Днём на минутку появился Кондратенко, указал место новой позиции батареи и уехал. Собрав вокруг себя матросов и солдат, прапорщик сообщил им о переносе орудий и распределил работу между артиллеристами и моряками. С наступлением темноты все дружно принялись за дело. Вскоре подошли сапёры, а затем и моряки. С ними прибыл инженер-капитан, старый знакомый Звонарёва, по Динжоу. — Опять пришлось видеться? — пожал он руку прапорщику. — Я займусь фортификционными работами, а вы орудуйте с пушками, — предложил он. Звонарёв согласился. Блохин, взявший на себя роль инструктора по оборудованию позиций, громко покрикивал на работающих и заощряясь при этом в такой виртуозной брани, что даже видавшие виды матросы покатывались со смеху. — Ты, служба, часом не плавал на навеке? Или не состоишь в родстве с тамошним боцманом Кащенко? — допытывались они. — Плавал я только по Волге, матушки, да и то с поверхности на дно. Там и присказком своим научился от волжских бурлаков, и сам кое-что придумал. — У вас на залитерной все такие весельщики? — Без малого все. Забрался был япошка к нам на залитерную. Да как увидел нас с банниками и ганш-пугами, так и убёг. — Один вид твой разбойничий в расстройство привести может. Поддел его матрос луговой и тотчас же был награждён оплеухой. — Потише, чёрт, кость сломаешь! — отмахнулся он. Ночь выдалась лунная, ясная. Можно было работать без фонарей. Японцы изредка стреляли по сапёрной, что несколько затрудняло работы. Подъёмных механизмов не было, и приходилось все тяжести поднимать вручную. По исконному русскому обычаю моряки затянули дубинушку в артурском изложении. — Японец-хитрец, чтоб работе помочь, изобрёл за машиной машину. А артурский матрос, коль работать не в мочь, так затянет родную дубину. Пели дружно с явной издёвкой, но звонарёв делал вид, что этого не замечает. — Ваш бродь, до вас барышни приехали! — доложил Ярцев, хитро улыбаясь. Прапорщик вспыхнул, поняв, что разговор идёт о Варе Белой. — Папа приказал привезти вам обед, чтобы вы тут не умерли с голоду, — проговорила девушка, протягивая ему тяжёлые сутки с едой. Она умолчала, что всё приказание отца состояло в коротко брошенной за столом фразе «Твой прапор сидит второй день, не жравший на сапёрной». Хоть Варя и запротестовала тогда, совсем он немой, и поголодать ему полезно, не будет таким мямлей, тем не менее, вместо отдыха после дежурства в госпитале она занялась стрепнёй и затем отправилась на батарею. Отойдя в сторонку, они расположились с сутками. Проголодавшийся прапорщик быстро проглотил борщ, котлеты и крем. Варя только вздыхала, что не принесла больше. — Долго вы тут будете сидеть, — справилась она. — Пока не вернётся Вениаминов, он лежит в десятом госпитале. Он ранен легко, и больше недели там не задержится. — Где бы в новом городе можно заняться приготовлением для вас обедов? Уж больно далеко добираться сюда, из дому. Зачем вам утруждать себя? — А вдруг вы умрёте с голоду? Тогда меня замочит совесть, и батюшку нас в институте учил. — Накорми осла алчущего. Да, не очень-то лестное для меня сравнение. Я хотел сказать «вала алчущего», хотя вы больше походите на зайца. Серьёзно, где тут можно найти кухню? — В домике Ривы, ныне Надя Акинфивой. Совсем недалеко отсюда. — Меня туда пустят? — Только на кухню. — Так и быть, замолвлю за вас словечко. — Съязвил Звонарёв. — Ну, в таком случае устраивайтесь сами, как хотите. Обиженно поднялась Варя. — Смелуйтесь над голодающим, — взмолился прапорщик. — Давайте завтра. Если около полудня будет спокойно, вместе и заглянем в домик Акинфиевых. И к Вениаминову предложил он. Рассерженная девушка молчаливым кивком головы выразила своё согласие и направилась к застоявшейся Кубани. Усталость от предыдущей бессонной ночи заставила прекратить работу уже вскоре после полуночи из-за спасения несчастных случаев, так как при подъёме тяжёлых пушек и лафетов они срывались иногда на землю и могли кого-нибудь придавить. Японцы молчали, ограничиваясь редкой ружейной стрельбой. На утро, решив, что предстоит спокойный день, Звонарёв дал необходимые указания солдатам и отправился в новый город. Десятый госпиталь, где находился на излечении Вениаминов, помещался в недостроенной городской гостинице. Прапорщик вошёл в большой светлый вестибюль, поднялся по мраморной лестнице на второй этаж и быстро нашёл палату, в которой лежал командир сапёрной батареи. Он застал Вениаминова играющим в карты со своими соседями. — Очень рад вас видеть, Сергей Владимирович. — Зачем изволили пожаловать в эту юдоль печали и страданий? — приветствовал он Звонарёва. Прапорщик объяснил причину своего посещения. — Жаль, жаль. Сестра улыбнулась и вышла. Вениаминов последовал за ней, сразу сильно захромав. В дверь опять постучались. — Ещё гости. — Войдите, — отозвался уже немолодой офицер-стрелок. В палате появилась Варя. — Где Вениаминов? Обратилась она к Звонарёву, ни с кем не здороваясь. — Здравствуйте, очаровательная незнакомка. Подчёркнуто вежливо приветствовал её пожилой офицер. — Прошу меня простить за мою невежливость. Я очень тороплюсь. И Варя низко присела перед ним. — Пойдём в перевязочную. Повернулась она к прапорщику, узнав, где капитан. По коридору они прошли до самого конца. — Подождите здесь, а я заглянул туда. И девушка скрылась за дверью. Вскоре она появилась вместе с капитаном. — Я вас немедленно бы выписала. — Вы совсем здоровы? — говорила она сердито. — А эту сестрицу, в кавычках, удалила бы из госпиталя. Такие особо только мешают работать. — Кто это так не понравился вам? — спросил Звонарёв. — Наша Лолочка. Варя у нас человек строгих нравов и никакого легкомыслей не допускает, — ответил Вениаминов. — Ну, здесь имеются врачи, которым предоставлено судить о целесообразности пребывания в госпитале той или иной особы, заикнулся было прапорщик. И которые сами готовы ухаживать за такими сестричками, не замедлило принять вызов Варе. — Пошли к главному врачу получать документы и деньги, — предложил капитан. — Я решил вернуться на сапёрную. Все трое отправились во двор, где помещалась канцелярия госпиталя. В коридоре они опять встретились с Лолой. — Я слыхала, что вы выписываетесь, Пётр Ерофеевич, и что косвенной причиной этого являюсь я. И она вскользь взглянула на Варю. — Я не могу быть на вас претензией. Очаровательные создания, хотя и с большой грустью расстаюсь с вами. — Рассыпался Вениаминов, но, заметив свирепый взгляд, Варя поспешно распрощался. Через полчаса все трое уже шли по набережной. С балкона вслед уходящему капитану махала платком Лолочка. — Не смейте оборачиваться! Зло прошипело Варя звонарёву, когда он захотел ответить на прощальное приветствие. — К вам-то оно ни с какой страны не относится. Пройдя несколько кварталов, Вениаминов свернул к своей квартире. — Теперь пойдём к Акинфиевам, — предложил звонарёв. — А если она там? — боязливо заметила девушка. — Ну, вы же сами признали, что она исправилась. Конечно, это так, но всё же, — замялась Варя, — я как-то не могу заставить себя относиться к ней как к порядочной женщине, — призналась она. — При ближайшем знакомстве вы быстро измените своё мнение о ней, — убеждал звонарёв. Варя всё же с некоторым смущением подошла к квартире Акинфиевых. Дома их не оказалось. Войдя в комнаты, Варя тотчас же принялась внимательно разглядывать всю обстановку, при этом на её лице застыло выражение детского любопытства, смешанного с некоторой брезгливостью. — Грязь, беспорядок, надо всё перемыть и перечистить, — распорядилась она, осмотрев кухню. Матрос Денщик удивлённо поглядывал на новоявленную хозяйку, но возражать не посмел. Заглянув затем в буфет, Варя окончательно рассердилась, обнаружив и там полный хаос. Забыв обо всём, она принялась наводить порядок. Денщик только поспевал выносить на двор мусор и грязную воду. — Жду вас в шесть часов вечера, к обеду, а пока можете уходить, — приказала она звонарёву. — Прапорщик повиновался. На батарее он застал прихрамывающего Вениаминова. Окружённый солдатами, капитан подробно расспрашивал обо всём, происшедшем в его отсутствии. Начавшаяся на фронте усиленная канонада отвлекла их внимание, и оба офицера отправились на наблюдательный пункт. Полуденное солнце ярко освещало лежащие впереди сопки. Простым глазом можно было разглядеть, как осадные батареи сосредоточили огонь на Кумирнинском и водопроводном редутах. В этом районе начали скапливаться японские резервы. Была видна перебежка отдельных групп и цепей. — Попахивает новым штурмом, — заметил Вениаминов. — Мы могли бы хорошенько обстрелять отсюда неприятельские резервы. На батарее, как назло, не действует. — Пойдёмте на Зубчатую. Может быть, она хоть откроет огонь, — предложил Звонарёв. — Командиром там некто Страшников, недавно переброшен с тигрового хвоста, невероятный трус. Он скорее умрёт, чем решится стрелять без приказания из управления артиллерии. Когда нужное приказание было получено, Звонарёв отправился на Зубчатую гору. Она находилась всего в нескольких десятках сожжений от Стрелковой за неглубокой лощинкой. В отличие от последней, фронт её имел вид дуги, и орудия смотрели в разные стороны, но при этом она была прекрасно замаскирована. За батареей и под прикрытием обрывистого склона горы виднелись палатки и землянки Стрелкового резерва. Там же жил и сам Страшников. Он сидел у входа в своё убежище и грелся на солнце. Несмотря на летнее время, капитан был в пальто и с шарфом на шее. Он любезно пригласил Звонарёва выпить стакан чаю. В линдаже даже днём горела керосиновая лампа. Прапорщик разглядел широкую двуспальную кровать с горой подушек. На столе, сбитым из некрашенных досок, шипел самовар. Совсем по-домашнему устроился, — подумал Звонарёв, и тут увидел, к своему удивлению, моложавую пышную блондинку с энергичным лицом. — Знакомься, Нюсик, — обратился капитан к ней. — Известный тебе по рассказам прапорщик Звонарёв. — Как же, как же? — С электрического утёса будущий зять Белого, — затраторила мадам Страшникова, бессеремонно разглядывая гостя. — Одобряю варен вкус. Молод, здоров, румянец во всю щёку, застенчив, — продолжала капитанша. Офицер действительно покраснел, но не столько от смущения, сколько от раздражения. — Ну, зачем изволили к нам пожаловать? — деловито справилась Страшникова. — Нас заставляют стрелять, — ответил ей муж. — Этого ещё только не хватало. Мало вчерашнего разгрома сапёрной. Так хотят, чтобы и мы подверглись той же участи, и не подумаем открывать огня. — Что же мне сообщить в управление артиллерии? — спросил Звонарёв. — Доложите, что приказание передали, а остальное вас не касается. И она сердито повернулась к мужу. — Не правда ли, Миша? — Пожалуй, так лучше всего. — Разреши чайку, Нюсик. — Предложи Рому. У нас ещё есть довоянных запасов. Пока прапорщик пил чай, капитанша занялась ротными делами. — Фельдфебель тут никуда не годится. — жаловался на мужу. — Смотрит волком. — Что-то бурчит мне в ответ. Ты его подтяни. — Затем скажи солдатам, чтобы не смели ругаться в моём присутствии. — Поблагодарив за чай, Звонарёв встал из-за стола. — Разрешите мне взглянуть всё же на батарею? — попросил он. — Только чур. — Не привлекать внимания японцев. Начнётся обстрел. Я же женщина слабая, не выношу грохота. За мужа ответила капитанша. — Я сама провожу вас. Под конвоем Страшниковый прапорщик прошёлся вдоль орудий. — Стоило ему взглянуть через бруствер, как его бесцеремонно потянули за рукав. — Не высовывайтесь. — Пройдём на наблюдательный пункт. Оттуда можно незаметно осмотреть японские позиции. Встречные солдаты вытягивались, отдавая честь. Страшникова милостиво здоровалась с ними. — Здравия желаю, барыня! — выкрикивали артиллеристы, по уставному дико выпучивая глаза на мадам Страшникову. На командирском пункте Страшникова довольно толково указала прапорщику цели, какие батареи могла обстрелять днём и какие ночью. — В случае нужды вы, Анна Павловна, свободно можете заменить здесь своего мужа, — заметил Звонарёв. — Что вы? — Я совсем не знаю правил стрельбы. В хозяйстве другое дело. Там опытный женский глаз во всём разбирается скорее и лучше, чем мужской. — Не разрешите ли вы сделать хотя бы несколько выстрелов? Японские резервы прекрасно видны отсюда, и с первого же выстрела им можно нанести большой урон. — Не знаю уж права. Разве для вашего удовольствия только немного? — Одна за другой прогремели четыре пушки. Разрывы легли очень удачно. В бинокль было видно, как резервы бросились в рассыпную. — Ура! — закричал Звонарёв. — Ещё две-три очереди, и все разбегутся. — Довольно. — Хорошенького понемножку, — решила капитанша. Вернувшись на сапёрную, Звонарёв со смехом рассказал обо всём Вениаминову. — Бой, баба! — Они, в сущности, поменялись ролями. Командует ротой жена, а муженёк дома сидит. — В общем, один из многочисленных артурских анекдотов, — резюмировал капитан. Вскоре на сапёрную батарею неожиданно приехал Кондратенко. — Куда стреляют японцы? — спросила. — По-видимому, идёт подготовка к штурму Кумернинского и водопроводного редутов, — доложил прапорщик. — Весьма возможно. — Вы уже поправились, капитан? — Тогда я вас похищу, Сергея Владимировича, а то у меня не осталось ни одного адъютанта. Через десять минут Звонарёв был в седле и широкой рысью едва поспевал за генералом. Около железной дороги, во второй линии обороны, они разыскали штаб Семёнова. — Как дела? — бросил Кондратенко, пожимая руку полковнику. — Арта огнём разрушены все укрытия. К тому же японцы подвезли горные орудия и расстреливают редут в упор. Я просил Белого сосредоточить огонь всех батарей на атакованном фронте. Лейтенант с Баяна здесь? — Так точно. Он установил по два миномёта на каждом редуте, но бомбардировка так сильна, что пользоваться ими сейчас невозможно. — Хотите познакомиться с новым видом артиллерийского оружия, морским минным аппаратом, стреляющим минами по неприятельским окопам? — обернулся Кондратенко к Звонарёву. — С большим удовольствием. — Тогда пройдёмте на водопроводный редут. — Там очень опасно, Роман Исидорович. Я могу прапорщику дать туда провожатого, если уж его так интересуют минные аппараты. Я тоже хочу посмотреть их действия в бою. И генерал направился к позиции. Минуя деревню, где были сосредоточены резервы и перевязочные пункты, они по длинному ходу сообщения прошли на редут. Временно обстрел почти прекратился. Это дало возможность спокойно добраться до нужного места. Правда, при этом два или три раза их всё же обсыпало землёй и камнем поцарапало Звонарёву щёку. — Первая рана за всю войну, — заметил он, стирая кровь с лица. — Будем надеяться, что и последнее, — ответил генерал. На водопроводном редуте стрелки торопливо исправляли нанесённые бомбардировкой повреждения. Увидев Кондратенко, они наскоро отряхивались и отдавали ему честь. Генерал на ходу здоровался с ними, как всегда внимательно вглядываясь в солдатские лица. — Большие у вас потери. — Налажена эвакуация раненых. — Люди накормлены. — Патронов достаточно. — В чём ощущаете недостаток? — забросал он вопросами подошедшего коменданта редута. Офицер начал что-то длинно докладывать. В ответ генерал поморщился. Затем поймал за плечо одного из стрелков, старательно укладывавшего на бруствер мешки с землёй. — Сыт? — Патроны есть? Чего тебе не хватает? — Утром снедали, тогда же и патронов давали. Утирая с лба пот, ответил солдат и вдруг, спохватившись, вытянулся. Виноват, ваше превосходительство. Дюжа за работой запарился, сразу вас не признал. Артиллерии б нам побольше. А то он бьёт, а наши всё молчи, даже обиды берёт. Молодчина. Продолжай работать. — О помощи артиллерии я позабочусь. Рад стараться. — Справитесь с японцем? — спросил Кондратенко другого стрелка. — Как не справиться, коль надо? — улыбнулся солдат. — Особливо, ежели вы сами, ваше превосходительство, с нами будете. Генерал ласково потрепал его по плечу и пошёл дальше. В исходящем углу Редута находился на деревянном основании минный аппарат. Когда Кондратенко со своей свитой подошёл к нему, его заряжали. Высокий, с живым, весёлым лицом лейтенант, заметив генерала, вытянулся и скомандовал смирно. Кондратенко попросил продолжать работу. Сигарообразная мина, длиной около сожений, своим концом высовывалась из дула аппарата. Лейтенант попросил генерала отойти в сторонку. В случае неудачного выстрела может произойти и преждевременный разрыв, поэтому надо быть осторожным, — пояснила. Кондратенко отодвинулся на несколько шагов и прислонился к брустверу. До японцев было около сотни шагов. — Пли-и-и-и! — командовал лейтенант. С легким шумом, окутанной легким облачком дыма, мина, как огромная рыба, взвелась в воздух и, описав правильную траекторию, упала в место работ японцев. Прошло несколько секунд, и высоко вверх взлетел огромный султан дыма и пыли. Вместе с ним поднялись в воздух камни, бревна, части человеческих тел, лопаты, кирки. И уцелевшие японцы в ужасе убегали в тыл. Стрелки без команды ринулись за ними. Завязалась рукопашная схватка. Через минуту неприятельские окопы были уже заняты. Не вытерпев, Кондратенко вскочил на бруствер и последовал за солдатами. Стрелки, увидев своего генерала, приветствовали его громовым ура. — Спасибо за геройскую атаку! — во весь голос крикнул Кондратенко. В это время японская артиллерия возобновила обстрел с новой силой. — Вы бы, ваше превосходительство, вернулись назад! — подошел бородатый стрелок. — Не ровен час, зацепит. Мы уж тут сами справимся. — Коль вы гоните, меня делать нечего. Придется уйти. — усмехнулся тронутый заботой генерал. Вернувшись на редут, Кондратенко приказал его коменданту отправиться в занятые окопы, а сам подошел к миномету. — Какова скорость стрельбы? — справился он у лейтенанта. — Не чаще, чем раз в пятнадцать минут выстрел. Жаль. Если бы удавалось выпускать мину хотя бы каждые пять минут, то минометами можно было бы заменить орудия, нельзя ли увеличить их число. — Это небезопасно, так как для вывода из строя миномета достаточно маленького осколка или даже ружейной пули. — Сергей Владимирович, ознакомьтесь с устройством аппарата и возьмите на себя их установку на высокой. Лейтенант окажет вам нужное содействие. — Слушаюсь. — Я дам в помощь своего минного квартирмейстера Буторина. Он покажет, как они устанавливаются. Дело нехитрое, — ответил моряк. Прапорщик вместе с генералом двинулись в обратный путь. По дороге они свернули на Кумирненский редут. Там разрушений было еще больше. Ров наполовину засыпан, бруствер обвалился, везде валялись трупы и стонали раненые. — С минуты на минуту ждем штурма, — доложил генералу комендант редут и поручик Дунин Слепец. В это мгновение крики бонзай возвестили, что японцы кинулись на редут. Из траншеи выскочили саперы с бамбуковыми лестницами и ручными гранатами, за ними с примкнутыми штыками штурмовые колонны. Артиллерийский огонь сразу смолк, дым начал рассеиваться. Звонарев подхватил стоявшую рядом винтовку и приготовился защищать себя и Кондратенко. — Ротозалпом пли! — закричал поручик, вскакивая на бруствер и размахивая обнаженной шашкой. Раздался дружный оглушительный треск ружей, за ним еще и еще заработал единственный уцелевший пулемет. Трое японцев прорвались к месту, где находился Кондратенко. Один из них бросил ручную гранату. Генерал быстро нагнулся, укрывший за развалинами бруствера. Взрыв на мгновение оглушил и ослепил его, но затем он опять выпрямился. — Целый! — кинулся к нему Звонарев. — А вы? — вопросом же ответил Кондратенко. Рядом на земле корчился в предсмертных судорогах стрелок. Другой громко стонал, держа за правый бок. — Ваше превосходительство! Противник отошел в исходное положение, не приняв штыковой контратаки, — доложил Дунин. — Нам никакие враги не страшны с такими молодцами. Только берегите их, елико возможно, а не опора и гордость Артура. — Ответил генерал. — Я еду к Белому с просьбой сосредоточить огонь всех батарей на вашем участке. После грохота, шума и нервного напряжения казалось совсем тихо и спокойно в деревне. Только где-то вверху мелодично пели редкие ружейные пули. Жарковато сейчас было, — облегченно вздохнул прапорщик. — Впереди предстоят еще более горячие часы. Надо торопиться к Белому. — Разрешите мне вернуться на саперную? — попросил прапорщик. — Да-да. — И сообщите Вениаминову о данном вам поручении. Договоритесь с Сырманом о минных аппаратах, — напутствовал его генерал. — Не чаял вас и в живых видеть. Встретил Вениаминов прапорщиков. Я все время наблюдал в бинокль за тем, что происходило. Здорово японцы навалились на редуты. Узнав о поручении данному Звонареву, капитан завздыхал. — Хоть до вечера-то побудьте у меня. Ваши солдаты Блохин с компанией чуть не передрались с остальными на работе. Для них вы и Борейка — высшие авторитеты. Со мной они спорят. А лейтенанту Блохин нахально заявил, что тот ничего не понимает в постройке батареи, за что, конечно, был избит. — Разрешите мне взять их с собой. Они мне будут очень полезны. — Работать невозможно, — подошел к прапорщику Блохин. — Что им, не говоришь, не слухают, а ихний офицер так в рыло кулаками и лезет, — показал он на свой подбитый глаз. Звонарев сообщил ему о предстоящей работе. — За вами, Сергей Владимирович, мы повсюду идти согласны, — обрадовался солдат. Вечером от Вари прибыл вестовой. Матрос. С запиской «Жду к обеду. В». — Так что барня, то бишь барышня, наказывали, чтобы вы непременно сейчас шли до дому, — торопливо доложил он. Сговорившись с Вениаминовым, прапорщик решил на час сходить в город. — Вы ранены? — спросила Варя, увидев кровь на лице у Звонарева. — Нет. Поцелован японской красавицей по имени Шимоза. Надо смазать йодом во избежание нагноения. Сопломбом проговорила девушка. В доме все блестело чистотой. Полы были вымыты, гордины выстираны, медные предметы начищены, все расставлено в порядке, нигде не пылинки. — Да, потрудились вы изрядно, — заметил прапорщик, оглядывая комнаты. — Была не квартира, а свинюшник. — Ваша Ривочка, редкостная неряха и грязнуля, — тороторила Варя. — Мы с Афанасием тут все вверх дном перевернули. Он такой забавный. Пол называет палубой. Мыть ее, по его лопате чистить, надраивать. Все сокрушался, что в полу нет каких-то шпигатов для стока воды. Мы с ним теперь друзья. Он вашу Ривочку не одобряет. По его мнению, она особо не самостоятельная. Он и меня считал за офицерскую барышню и верить не хотел, что я генеральская дочь, потому что я хорошо умею мыть полы и стирать белье. — А меня за кого же он принимает? — перебил ее Згнарев. — За моего возлюбленного. И вы этим, конечно, весьма пульщены. Пульщена. — Да мне стоит лишь пальцем пошевельнуть, как у моих ног будут полковники, если не генералы. Вроде Костенко. Варя захотала. — Ох, уморил! Крестные в роли дон Жуана! За обедом чинны сидели вдвоем. Афанасий подавал, Варя разливал и суп, а Звонарев уплетал все за обе щеки. В дверь постучали. Варя сорвалась с места и побежала открывать. — Кондратенко! Через минуту влетела она обратно. — Вас спрашивает. Прапорщик поспешил навстречу генералу. — Прошу прощения за беспокойство. Извинился генерал. — Я хотел вам указать место для установок минных аппаратов. Заехал на саперную, и мне указали ваше место пребывания. — Может быть, Роман Исидович, между делом вы и отобедаете с нами? — предложила Варя. — Не откажусь. Проголодался сегодня основательно. — Да кроме того, обед у вас, наверное, очень вкусный. — Не даром же вы, дочка Марии Фоминишны, великой мастерицы по кулинарной части. Генерал отдал должное всем блюдам, чем очень обрадовал Варю. — Я и не знал, что у вас в новом городе такая хорошенькая квартирка, Сергей Владимирович, — заметил он. Варя вспыхнула. — Это не его, это одного морского офицера, который живет на Ляо-Тишане, — сбивчиво объяснила она, поняв свое неловкое положение. — Не беспокойтесь. — Я не выдам вашего секрета, Марии Фоминишне. К тому же Сергей Владимирович известен нам всем своим скромным поведением, — улыбнулся генерал и начал прощаться. — Вы куда поедете? — справилась Варя. — В старый город. — Хочу повидать Василия Федоровича. И я отправлюсь с вами домой, — попросила девушка. — А Сергей Владимирович останется здесь? — спросил Кондратенко. — Он уже поел. — И больше ему тут делать нечего. Пусть отправляется на позиции, — сурово проговорила девушка. — Там сегодня неспокойно. — Будьте осмотрительны, — Сергей Владимирович уже мягче, но все же в наставительном тоне предупредила Варя. — Слушаюсь, Ваше превосходительство! — шутливо вытянулся Звонарев. — На Саперной прапорщика уже поджидали матросы из Бутурина. Вместе с утесовцами они отправились на Высокую, где надо было установить два миномета. Гора являлась тактическим ключом всего Западного фронта, так как господствовала над всеми укреплениями этого района. С нее открывался вид на старый и новый город, гавань, состоящий в ней эскадры, и, заняв ее, японцы получили бы прекрасный наблюдательный пункт для своей осадной артиллерии. Это поставило бы под угрозу расстрела все русские суда, а также тылы крепости. Руководители обороны и осаждающие одинаково понимали значение Высокой и готовы были сражаться за нее до последней возможности. В мирное время на Высокой горе совершенно не имелось оборонительных сооружений. Только после начала войны на ней были устроены два ряда полевых окопов с проволочными заграждениями и открыто установлены шестидюймовые крепостные и другие пушки. Но уже во время августовских штурмов пушки, засыпаемые неприятельскими снарядами, не смогли действовать. Поэтому Кондратенко решил теперь усилить оборону горы двумя минометами. Прибыв в штаб Ирмана, Звонарев попросил дать ему подробные указания о месте расстановки минометов. — Вы решили вместо артиллерии заняться минным делом? — иронически спросил Ирман. — Я это делаю по личному распоряжению генерала Кондратенко. — Подпоручик Гаев, проводите прапорчика на гору. Пусть договорится относительно минометов с капитаном Стемпковским, — распорядился Ирман. На вершину горы вела крутая и плохо разделанная дорога. В темноте Звонарев и его спутники то и дело спотыкались о неровности, встречавшиеся на пути. — Почти два месяца занимаем здесь позиции, а инженеры никак не могут удосужиться улучшить сообщение, — возмущался Гаев. Коменданта горы нашли в прочном блиндаже из десяти вершковых бревен. Он прежде всего предложил им выпить и закусить, а от выпивки Звонарев категорически отказался и настоял на немедленном начале работ. Стемпковский, не желая расставаться с бутылкой, послал вместо себя с прапорщиком молоденького подпоручика Яковлева. Гаев из любопытства последовал за ними. Вершину горы составляли две расположенные рядом сопки с небольшой ложбинкой между ними, направленный в сторону противника склон был настолько крут, что давал возможность далеко забрасывать мины. Здесь и решено было установить один из минометов. — С фронта позиция труднодоступна, — пояснил Яковлев. — Зато благодаря наличию больших мертвых пространств она легко обходится с флангов. В целях улучшения их обороны мы изложили там фугасы. В окопах правой сопки оказалась рота квантунского флотского экипажа. Среди матросов нашлось несколько минеров, которые вызвались помочь в работе. Вскоре доложили, что на гору поднимаются телеги с минометами. Прошло добрых четверть часа, пока, наконец, они добрались до вершины. Артиллеристы с любопытством осматривали привезенные. Блохин попробовал даже приподнять за дуло один из аппаратов. — Детские пушчонки, ваш бродь! — презрительно оценил он. — Далечь из такого орудия не пальнешь. Зато мины вызвали его восхищение. Неужто она вся до краев полна пероксилином? Недоверчиво осведомился он, похлопывая по корпусу почти сожженной мины. — На три четверти. — В хвосте для веса насыпан песок, — пояснил Буторин. Ярцев с Юркиным занялись проводкой телефона от блиндажа коменданта к минометной позиции. Около полуночи к месту работ подошли и Стемпковский вместе с лейтенантом Гурским, который хромал и опирался на палку. Водопроводный редут взят. — Кумирненский чуть дышит, но и его уже обходят с обоих флангов, — сообщил он. — А минометы? — спросил Згнарев. — Два разбила артиллерия. Один мы сами взорвали, один попал в лапы японцам. Теперь они нас и из них же будут обстреливать, — вздохнул Стемпковский. — Снизу вверх из минометов стрелять трудно, особенно при такой крутизне, как у вас, — успокоил его Гурский. — Завтра навалится на нас и на длинную. — Начнется тогда баня, — вздохнул капитан. — Пошевеливайся, ребята, чтоб к рассвету все было кончено, — крикнул он солдатам и матросам. Но торопить никого не приходилось. Каждый прекрасно понимал, что все работы нужно закончить ночью, так как днем всякое движение на гребне горы немедленно вызывало артобстрел. Оставив Буторина наблюдать за ходом установки, офицеры отправились по окопам. Стемпковский высказывал свои соображения относительно обороны горы. — Наши слабые места. Это фланги, особенно слева. Здесь японцы смогут подойти довольно близко. Сюда и надо поставить миномет, хотя бы в офицерском блиндаже. Он у нас очень прочный, с бетонным перекрытием. В нем есть окно, в которое можно просунуть дуло минного аппарата. Осмотревшись, лейтенант пришел к заключению, что установить миномет в блиндаже действительно удобно. Тут под прикрытием можно работать и днем, — сообразил Звонарев. Когда части миномета были доставлены в блиндаж, к удивлению Звонарева, во главе с солдатом матросов оказался Блохин. — Ты, я вижу, уже стал инструктором по минометному делу, — спросил его прапорщик. — Мы, ваш бродь, на утесе, по ручкам борей, как и всему приучены. Из пушек стрелять, рыбу ловить, огород разводить, батареи строить. Пошевели мозгой, когда дело делаешь, и все будет в порядке, — ответил солдат. Минный аппарат занял половину помещения. Пришлось убрать стол, оставив лишь офицерские походные кровати. Восток начинал чуть сиреть. Стихнувшая была около Кумирненского редута стрельба, разгорелась с новой силой. Пулеметная и ружейная трескотня, рев артиллерии сливались в один сплошной гул. — Японцы пошли в решительную атаку, — заметил лейтенант. — К утру, надо думать, они займут редут, тогда очередь будет и за нами. Стемпковский в ответ только выругался. Пользуясь первыми проблесками дня, Гурский и Звонарев обошли гору, побывали в передовом окопе и определили место наиболее вероятного скопления японцев. Местами тут такие крутые склоны, что по ним легко можно скатывать старые китайские круглые ядра с дистанционными трубками, — проговорил прапорщик. — А что, идея не дурна. — Только не ядра, а наши гальваноударные мины. Они прекрасно катятся, а подтянув пружину ударника, можно добиться, чтобы они взрывались лишь при сильном ударе, например, при падении. Завтра же попробую что-нибудь придумать в этом направлении. Буторин доложил об окончании установки минометов. Проверив работу, офицера нашли все в порядке. — Теперь можно и на отдых. — Я с матросами к себе на Баян, а вы куда? — справился лейтенант. — Я останусь здесь до вечера, а там будет видно, что дальше делать. Звонарев нашел поблизости недоконченный блиндажик и устроился в нем. Это была узенькая щелка, вырубленная в скале. Взрослый человек с трудом мог туда протиснуться. Наскоро очистив его от земли и мусора, прапорщик раздобыл охапку соломы и улегся. Обстрел высокий начался около полудня. Несколько десятков осадных орудий одновременно обстреливали гору. Оберегая людей, Стемпковский оставил в окопах часовых для наблюдения за противником, а остальных отвел в ложбину, в тылу. Методично, неторопливо японцы начали разрушать колючую проволоку. Впереди окопов, блиндажи и ходы сообщения. Разбуженный канонадой, Звонарев выглянул наружу. Первое, что он увидел, был Блохин, едущий верхом на Буторине. За ними следом шло несколько человек-матросов и солдат. Совершенно не обращая внимания на обстрел, они громко хохотали. — Прячьтесь, дурьи головы! — кричали им из соседних блиндажей. — Не имеет права японец в меня попасть, пока Буторин не довезет меня до места! — шутливо ответил Блохин. — Чем я не генерал Стеселев? — Лождь, правда, у меня малость похуже его рыжей кобылы. Зато я сам герой. — Смирно! — Отвечать как генералу! — завернул он одно из своих кудрявых ругательств. Солдаты и матросы от смеха схватились за животы. Подъехав к прапорщику, Блохин спрыгнул на землю и вытянулся. — Ваше распоряжение прибыл. Что прикажете делать? — Надо поскорее расширить эту ямку. Здесь переждем обстрел. — распорядился прапорщик. — Сесть, Кунт! И солдаты принялись за работу. После полудня к огню осадных батарей присоединились две японские канонерки, которые, подойдя к берегу малой глубины бухты, тоже начали обстреливать высокую. Восьми- и девятидюймовые снаряды, попадая в окопы, сносили сразу целые участки, разрушали колючую проволоку и делали невозможным пребывание людей на горе. Под прикрытием этого огня японская пехота небольшими группами перебегала в мертвые пространства на подступах к горе, постепенно накапливаясь здесь для атаки. Отойдя довольно далеко в сторону, Звонарев с одного из отрогов высокой наблюдал за происходящим. — Нам бы сюда, мортиры, и с их помощью мы живо бы выкурили японцев из-за укрытий, — вздыхали стоявшие рядом стрелки. — К сожалению, они имеются только на береговом фронте, да и то крупного калибра, девяти и одиннадцати дюймов. — И перенести их в этот район невозможно, — ответил прапорщик. — Тогда установили бы хотя бы минометы, но они не могут забросить снаряд дальше ста шагов, а до японцев около полутора верст. К вечеру они подойдут вплотную к вершине горы, тогда и постреляем минами. — Поздно будет. Придется осматываться в новый город, если не на Аляутишань, — мрачно бурчал Стимбковский. — Японцы пошли в атаку! — взволнованно проговорил Звонарев и побежал на агру. По южному, обращенному городу склону Высокой, двигались из резерва густые цепи стрелков. Японская артиллерия в этот момент перенесла огонь в тыл, и русские, спасаясь, рассыпались во все стороны. Звонарев кинулся к блиндажу, в котором был расположен миномет. За ним последовали Буторин и Блохин. Добравшись до места, они тотчас бросились к окну, стараясь рассмотреть происходящее перед ними. Японские цепи захватили нижний ярус окопов и теперь устраивались в них. Попытки отдельных групп подняться выше отбивались сверху ружейным огнем русских. — Ваш бродь, не пустить ли нам мину? — предложил Буторин. — Надо сначала связаться с комендантом. — Разыщись Стимбковского и спроси, действовать ли минометом, — приказал прапорщик Буторину. — Юркин, следи за левым флангом. Не станут ли его обходить японцы? Блохин, смотри за правым. Ярцев впереди. Так как склон горы не был выровнен, то, пользуясь оврагами и промоинами, японцы стали понемногу побираться вверх. Блохин не выдержал и, вскинув свою трофейную японскую винтовку, начал стрелять. Несколько темных фигурок, одна за другой припали к земле и перестали двигаться, но остальные продолжали карабкаться вверх. — Совсем он слева в тыл забрался, — доложил Юркин. Звонарев обернулся. Из небольшой промоины выскакивали поодиночке и группами японцы, и с ружьями наперевес стремительно бежали по направлению к резервам. Справа в обход горы появилась еще одна цепь. Вершина оказалась почти окруженной. В это время сбоку, как из-под земли, выросла рота моряков. Впереди, размахивая блестевшим на солнце палашом, бежал офицер, а за ним со штыками наперевес матросы. При виде моряков японцы растерялись и в следующее мгновение были смяты и отброшены. Расправившись с этим, врагом моряки повернули вправо, но тут японцы, устрашенные и только что происшедшим, сразу же обратились в бегство, теряя по пути оружие и амуницию. — Здорово! — восхищенно бросил Блохин. — По Нашинскому паутесовские дерут с матросы. — Проволку режут! — внезапно крикнул Ярцев. Пока прапорщик следил за происходившим в тылу, с фронта к окопам, подобрались до роты японцев и, прорвавшись через проволоку, кинулись в штыки. Звонарев торопливо дернул за спусковую ручку миномета. Мина упала в центре атакующих, разметав их во все стороны. Стрелки и матросы бросились в рукопашную, на плечах японцев ворвались в нижние окопы и выбили оттуда врага. Остатки японцев откатились к подошве горы. Атака была отбита. Только тут вернулся Буторин, придерживая раненую руку. — Здорожь вы! Мины и шандарахнули! — Сразу японцы наутек пошли! — с восхищением заметил он и доложил. — Комендант приказал вам действовать, как хотите. К блиндажу подошел морской офицер, командовавший ротой, выдвинутый из резерва. Прапорщик, к своему удивлению, узнал в нем Акинфиева. Андрюша оброс бородой, возмужал и выглядел бодрым и здоровым. — Какими судьбами ты оказался здесь? — спросил Звонарев. — Ввиду опасного положения у Высокой, нас с утром перевели с Ляутишаня в новый город. Оттуда направили сюда. А ты что делаешь? — Приятели, — разговорились. — Надя перебралась в город. Она была очень удивлена порядком в квартире. Афанасий не мог объяснить толком, что за барыня орудовала у нас, но мы догадались, что это была Варя. Особенно, когда он рассказал, как она командовала. — Пожалуй, они еще встретятся сегодня, — задумчиво проговорил Звонарев. — Ну так что же, моя жена очень будет рада с ней познакомиться. — Варя рисковата на язык. И, может, иногда даже нехотя обидеть своей прямолинейностью. У Нади хватит так-то остановить ее. Офицеры вышли из блиндажа. Вечерело, солнце быстро опускалось в море за голубиной бухтой. С наступлением темноты обстрел совсем прекратился. — Пойдем к нам обедать, — предложила Кинфиев приятелю. Через полчаса офицеры подходили к домику. Первые, что они там увидели, были Надя и Варя, дружно накрывающие стол. Варя подробно рассказывала хозяйке о том, как следует расставлять посуду, свертывать салфетки, стелить скатерть. Та слушала ее с добродушной улыбкой. — Вот и наши мальчики, — проговорила она, увидев в окно подходивших офицеров. Варя поморщилась, но смолчала. Войдя в комнату, Звонарев представил ей Акинфиева. — Борода вам не к лицу, — сказала Варя. — Она вас старит, а вы совсем еще молоденький, вроде Сережи, то есть Сергея Владимировича. Тотчас поправилась девушка. Лейтенант удивленно посмотрел на нее. — Расскажите лучше, как вы попали сюда, — вмешался Звонарев. — Как мадемуазель Белая попала сюда? — перебила Акинфиева. — Около пяти часов, когда начали сильно стрелять на высокой, я выскочил и посмотреть на улицу, что там делается. Вернувшись же домой застала гостью. И так как мы давно знаем друг друга, то вместе принялись за стряпню. — Обед готов, прошу садиться, — объявила Варя, входя в роль хозяйки. — Вымыли руки, покажите. Обернулась она к прапорщику. — Все мужчины такие грязнулись, что за ними надо смотреть, как за маленькими. Завязался общий разговор. Офицеры рассказывали об отбитых атаках. Надя ахала и пугалась, Варя слушала молча. — Неужели же сразу после обеда вы опять вернятесь в этот ад? — спросила Акинфиева. — Им не привыкать к таким переделкам. По крайней мере, Сергею Владимировичу под Зинжоу, да и в августовские штурмы на Залитерной тоже временами приходил из стуга. Но в конце концов все обошлось благополучно. — отызвалась Варя. — Ну, вы известная артурская героиня. Готова ежеминутно кинуться в бой, — улыбнулся Акинфиев. — Надя же никогда на передовых позициях не бывала. А 28 июля чуть не умерла от страха в двадцати милях от места боя. — Неправда. Мы находились вблизи эскадры, но даже и издали было жутко смотреть на происходящий бой. — На высокой, наверное, есть перевязочный пункт. Хотите, мы на это время устроимся туда с сестрами? — предложила Варя. — Ой, нет, я с ума там сойду от ужаса. Грохот, стрельба, кругом раненые. Где-то впереди, в самом опасном месте Андрюша и Сережа, я не такая храбрая, как вы, — поспешила отказаться Наде. — Нас, верно, к утру отведут уже в тыл, так как все атаки отбиты и вряд ли скоро повторятся. — Сережа передаст свои минометы и тоже освободится, — проговорила Кинфиф. После обеда мужчины стали собираться обратно на позицию. Надя вытащила массу теплых вещей и пыталась укутать мужа. Варя занялась продовольственным вопросом. Она до того загрузила Звонарева бутербродами, термосом, сутками, что он запротестовал. — Не хотите? Нам здесь больше останется, а вы будете голодать ночью. На прощание Надя долго целовала мужа. Варя и Звонарев ограничились энергичным рукопожатием. Когда офицеры ушли, Надя предложила Варе ночевать у нее. Девушка отказалась. Они дружески расстались. Первая половина ночи прошла спокойно. Под покровом темноты несколько сот человек работали над восстановлением окопов, блиндажей, проволочных заграждений. Звонарев с Гурским занялись установкой новых минометов и выяснили возможность сбрасывания под гору шаровых мин. После полуночи небо затянулось тучами, заморосил мелкий по-осеннему холодный дождик. Воспользовавшись этим, японцы без артподготовки, без единого выстрела и крика кинулись в атаку. Застегнутые врасплох русские, отбиваясь только кирками и лопатами, были смяты и в беспорядке, кинувшись из нижних окопов, остановились лишь на самой вершине. Полная темнота делала невозможным применение артиллерии. Только с рассветом удалось разобраться в обстановке, и опять заговорила осадная артиллерия, подготовляя новый штурм Высокой. Решительной атакой японцы овладели соседней горой Длинной и оттуда начали обстреливать во фланг позицию на Высокой. Поражаемые бесчисленными снарядами с фронта и пулеметами с фланга и тыла, роты русских быстро таяли. В самом начале бомбардировки осколком был выведен из строя последний миномет, и Звонарев со своими солдатами вернулся к штабу Ирмана. Отсюда, как на ладони было видно, все поле сражения. Слева в мертвом пространстве накапливались новые резервы атакующих, складки местности укрывали их от артогня крепости, и это обстоятельство особенно беспокоило Ирмана. — Эти резервы можно обстрелять из полевых орудий слева, со стороны глубиной бухты, — предложил прапорщик. — Но их придется выдвинуть далеко вперед, за наше сторожевое охранение, а это опасно. Заметив, японцы могут их немедленно уничтожить, а, впрочем, попробуйте рискнуть, — согласился полковник. — Слушаюсь, — вытянулся прапорщик. — Желаю успеха. — Я дам вам взвод скорострельных пушек. С ними вы зайдете в тыл противнику и обстреляете его скоплению подошвы Высокой горы. Подозвав к себе утесовцев, Звонарев спросил, согласны ли они идти с ним. — С вами хоть к черту впасть! — первым высказался Блохин. К нему присоединились Ярцев и Юркин. В распоряжении Звонарева были представлены два орудия второй батареи, четвертой артиллерийской бригады и несколько канониров в качестве номеров. Прапорщик решил вести орудия лишь на коренном уносе, чтобы было менее заметно. Пушки замаскировали тюками сена, и они стали похожи на простые телеги с фражом. Для уменьшения шума при движении колеса обернули соломой. Звонарев повел орудие далеко в обход и вышел почти к Голубиной бухте. Здесь русские и японские позиции разделяла долгая пологая долина, почти в четыре версты шириною. По дну ее среди зарослей уже засыхающего гаоляна вела сузенькая проселочная дорога. Японцы и русские косили тут гаоляна топливо и сено для лошадей. По молчаливому соглашению обе страны не обстреливали этих отрядов фуражиров, поэтому орудия, замаскированные под повозки, не привлекли к себе внимания японцев. Вскоре взвод миновал последние русские заставы и оказался между враждующими армиями. Звонарев с Блохиным шли шагах встав впереди, внимательно оглядывая местность. За ними, чуть погромыхивая, двигались пушки. Шесть и замыкали пять человек. Вскоре их обстреляли свои же. «Вам глаза, что ли, позастило? А ли вы не видите, в кого палите?» Начали ругаться артиллеристы. Не в меру рьяные секреты поспешили прекратить огонь. Наконец взвод добрался до небольшого перевала, откуда хорошо были видны все японские тылы у высокой. Во впадине на половине горы собралось до двух полков, готовящихся к штурму. Было ясно видно, как японские солдаты и офицеры, лёжа и сидя на земле, подкрепляли свой самурайский дух коньяку. Из тыла к ним беспрерывно подходили всё новые и новые резервы. К вершине горы ползли разведчики. «Живо, спиритков!» — скомандовал Звонарев. Орудие осторожно сняли и на руках выкатили из высокого галяна. Отсюда до цели было около полутора верст. Блохины и ярцы встали за наводчиков. Юркина же оставили при передках, чтобы в случае нужды поскорее их подать к орудиям. Ничего не подозревая, японцы заканчивали последнее приготовление к атаке. Раздался резкий и протяжный звук военного горна. Солдаты вскочили и сплошной массой двинулись на гору. Прапорщик, стоявший несколько поотдаль за кустарником, торопливо скомандовал прицел 40, фугломер 300, 0, орудиями правой огонь. В воздух рассекли два резких выстрела, и снаряды с завыванием понеслись в атакующих. Несколько десятков убитых и раненых японцев остались на месте, остальные же бросились в разные стороны. — Беглый огонь! — скомандовал Звонарев. Но солдаты без команды уже посылали снаряд за снарядом, поражая обезумевшего от страха и неожиданности врага. Японцы беспорядочной толпой выбегали из-за укрытия и тотчас же попадали под сосредоточенный огонь крепостных батарей. Множество трупов покрыло склоны высокой. Рыча от восторга, Блохин с Ярцевым давали выстрел за выстрелом. Звонарев, оглохший от непрерывного грохота, наблюдал в бинокль за происходящим впереди. Было видно, как японские офицеры, избивая солдат шашками, старались навести среди них порядок, но никто не слушался. В этот момент с горы стремительно ринулась лавина стрелков и матросов, остатки японцев в полном беспорядке бросились на утек. Высокая опять была отбита русскими. — Патронов больше нет, — доложил Блохин. — Впередки, — скомандовал прапорчик. Ездовые, стоявшие на ближнем отъезде, всего в пяти шагах от орудий, тотчас же осадили передки к самым орудием, и в следующую минуту обе запряжки уже неслись вскачь по дороге. Опомнившись, и, наконец, японские батареи открыли огонь по уходившему взводу. Несколько снарядов, посланных японцами вслед, разорвались очень близко, осыпав землю свинцовым дождем. Почти у русских линий в переднем орудии была убита лошадь. Быстро освободившись от нее, взвод продолжил свой путь, хотя и замедленным ходом. Воспользовавшись этим, японские аванпосты решили захватить заднюю пушку и кинулись за ней. — Ваше скородие, разрешите пугануть их, — попросил Блохин. — Валяй, — махнул рукой прапорщик. Сняв орудия из передков, артиллеристы сделали вид, что хотят стрелять. Японцы опрометью бросились назад, и через пять минут взвод был уже в безопасности. Когда Звонарев явился с докладом к Ирману, полковник ограничился лишь упреком в напрасной, по его мнению, гибели лошади. Звонарев хотел было со своими солдатами вернуться на саперную батарею, но его встретил Гурский и настойчиво просил повременить с уходом. — Нам надо будет еще раз оборудовать позицию для минометов. Без этого Ирман вас не отпустит, — уверял лейтенант. Звонарев согласился. Вместе со своими солдатами он поместился в одном из свободных блиндажей. — Сегодня японц в перц поцепле малость будет у тесовцев помнить, — заметил Блохин. — Всех вас я представляю к крестам, — ответил Звонарев. — Ежели за всякую малость их давать, то скоро и вешать некуда будет, — бросил Блохин. — Соснуть, что ли, пока тихо, — проговорил Юркин, и скоро он и Блохин задремали. Ярцев вытащил из кармана измятую засаленную книжку и, шевеля губами, начал водить пальцем по строчкам. По его скуластому, сгорелому лицу разлилось выражение умиленного восторга. От удовольствия он иногда зажмуривал даже глаза, повторяя про себя понравившееся ему выражение. — Ты что читаешь? — спросил заинтересованный прапорщик. Ярцев смутился. — Так, пустяковые сказки, — ответил он нехотя. — Книжка оказалась Русланом и Людмилой в дешевом народном издании. Это же прекрасная вещь. Ты знаешь, кто был Пушкин? — Великий стихотворец. Сказки у него, как песни, сами на голос просятся. — Как это ты добрался до Пушкина? — Я с измальства остался сиротой. Попадин научил меня грамоте. Как-то попалась мне книжка господина Пушкина. С тех пор он свет увидел. Все стишки его в голове вертятся. — Оказывается, ты поэт. Сам-то стихи сочиняешь. Куда мне? Я вот наизусть хочу выучить Руслана и Полтаву, а сам придумать ничего не могу. Складу не получается. Печально вздохнул Ярцев. — За проявленную сегодня храбрость я награжу тебя книгой Пушкина. Крест же получишь, само собой. Ваш брод, Сергей Владимирович, по гроб жизни буду вам благодарен. Весь раз свел солдат, даже привстав от волнения. Чем не наесть, я отслужу вам. Крест аж мне вовсе и не надо. — Было уже темно, когда появился Акинфиев. Он был утомлен и бледен. — Пойдем ужинать, — пригласил он. Звонарев охотно согласился. Надя уже ждала их с ужином. — Сережа сегодня отличился? — поспешил сообщить жене Акинфиев и рассказал о вылазке. — Крест, значит, получите. То-то Варя обрадуется. Она давно все муши прожужжала о ваших подвигах. — Ей, несомненно, надо бы надеть ипалеты. — Нет у вас чинений Пушкина, — перевел разговор Звонарев. — Зачем вам? Варе, что ли, любовные послания в стихах писать? — удивилась Акинфиева. Надя встала из-за стола и вернулась с двумя атомиками Пушкина. — Избранные произведения, — протянула она их прапорщику, — вам с Варей подарок от меня и Андрюши. Звонарев поблагодарил. Приход Блохина прервал разговор. — Так что вас лейтенант Гурский требует, — доложил он. — Миномет хотят ставить. Прапорщик поднялся. Блохин умильно поглядывал на стол с едой. — Вы голодны? — заметив это, спросила Надя. — Никак нет. Только что поужинали, но глотка что-то пересохла. И в доказательство он несколько раз негромко кашлянул. — Разве тебе чарки не выдали? — удивился Акинфиев. — Так точно, выдали. — Должно горло ветром продуло, как сюда шел. — Першит, сил нет, — серьезным видом уверял солдат. Надя засмеялась и налила ему стакан водки. — Это вам лучше всего поможет, — улыбнулась она. Простившись с хозяевами, Звонарев направился к Высокой. Было темно. Высокое тонуло во мгле. По дороге к ней тянулись повозки со строительными материалами, кухни, лазаретные и двуколки. Навстречу шли раненые, санитары несли убитых. Вскоре показалось длинная вереница стрелков. Каждый из них держался за пояс или за плечо идущего впереди, спотыкаясь, солдаты то и дело, как слепые наталкивались один на другого. — Что это такое? — удивился Звонарев. — Слепаки идут, больные куриной слепотой. Они с темноты до рассвета, как курицы, ничего не видят. На ночь их отводят в тыл, — пояснил Блохин. Вскоре повстречалась еще такая колонна. Затем на Звонарева налетел солдат, который шел с протянутыми вперед руками. — Помогите, братцы, добраться до светлого места, — попросил он. — И мне, и мне тоже. Послышалось с разных сторон. — Помоги-ка им, Блохин, — распорядился Звонарев. — Эй, которые тут есть, слепцы, вали ко мне, миром поведу вниз, — заорал Блохин. — Со всех сторон, в одиночку, подвое, потрое, стали подходить спотыкающиеся темные фигуры. — Стравись друг за дружкой, держись, в яму не вались, и за мной катись, шагом марш! — скомандовал Блохин, и новая вереница двинулась в тыл. — Сколько же у вас, вроде, таких больных, — справился у одного из солдат-прапорщик. — Половина. — На ночь в роте остается всего человек шестьдесят, семьдесят зрячих. — Отыскав Гурского, прапорщик пригласил его на гору. — Сию минуту. Я хотел вам показать наши шаровые мины. Не хотите ли полюбоваться? Они лежат около блиндажа. Когда вышли наружу, прапорщик увидел несколько больших стальных шаров различных размеров. Эти побольше на двенадцать пудов, средние на восемь, а маленькие на шесть. Благодаря круглой форме они хорошо катятся под гору и ударяясь с разгона препятствий и взрываются, — пояснил моряк. — Знатная штука! Появился из темноты Блохин. — Гостинец, первый сорт для японцев. Едва офицеры прошли несколько шагов, как неожиданно со всех сторон раздались крики «Бонзай!» Началась беспорядочная оружейная стрельба, временами сглушаемая грохотом взрывов ручных гранат. В темноте появились отдельные фигуры бегущих в тыл солдат. — Стой! — В чем дело? — закричал выскочивший из блиндажа Стемпковский, хватая их за шиворот. — Японец полез в ваш бродь. Видимо, невидимо, подкрался в темноте и сразу в штыки, в нижнем окопе всех начисто побил. — Подтянуть резервную роту, — приказал капитан. — Вас, господа офицеры, прошу подняться наверх и помочь мне навести там порядок. Офицеры тотчас же отправились на гору. Блохин неотступно следовал за звонареву. — Намазывай пятки, ребята, ловчей бежать будет! — кричал он отступающим солдатам. Те отругивались. Засунув два пальца в рот, Блохин по разбойничьи свистнул и закричал — А ну, вертайся назад, ребята! Довольны своей задницей японцам показывать! Ура! И бросился вперед на гору. Один за другим солдат начали останавливаться. Вслед за Блохиным устремилась добрая сотня стрелков. Прапорщик тоже что-то кричал, уговаривал солдат вернуться, но в темноте не были видны его офицерские погоны, и поэтому на него не обращали внимания. В конце концов и он побежал вслед за Блохиным в толпе стрелков. Контраатакой удалось отбить лишь правую вершину горы. На левой же японцы успели закрепиться и отбили все атаки русских. Судьба высокой опять висела на волоске. Звонарев нашел Гурского в одном из блиндажей правой сопки. Лейтенант был легко ранен в руку и наскоро перевязывался при свете керосиновой коптилки. Опять проворонились волчи. Не менее двух полков японцев заняли гору, изволь-ка теперь их выбивать. Надо действовать немедленно, а то к утру так окопаются, что их не выкуришь. Ваш бродь, появился в дверях Буторин, японец засел в бетонный блиндаж, поставил пулемет и не дает нашим подойти, пока не разрушим блиндажа, нам его не выбить. Как же это сделать? Подползти и закидать подрывными патронами, предложил матрос. Надо сначала разобраться, где наши, где японцы, а то угодишь прямо им в лапы. Кого бы отправить в разведку? Мы можем, отозвался из-за двери Блохин. Юркин со мной пойдет, а сказочник останется с прапорщиком. Откуда вы взялись? Удивился прапорщик. Мы за вами, ваш бродь, что, Нильчка за иголочкой. Где вы, туда и мы поспеваем, отозвался Ярцев. Как услыхали свист, была хина к нему и кинулись, а затем и вас нашли. Надежные ребята, спросил Гурский, кивнув в сторону солдат. Вполне. Вот и отлично. Вы пойдете в обход справа, а ты, Бутурин, возьмешь кого-нибудь с собой и зайдешь слева. Разведать надо подступы до самого блиндажа. Только осторожно, поняли? Так точно, ответил разведчик. Солдаты и матрос вышли. Познакомьтесь пока, Сергей Владимирович, с устройством подрывных патронов, предложил моряк. Я думаю, ими забросать блиндаж. Вы атакуете его справа, а я слева. Распределил он роли. Подрывные патроны представляли собой шестифунтовые пероксилиновые шашки с коротко обрезанным бигфордовым шнуром в качестве запала. Его надо было зажечь от тлеющего фитиля и затем бросить. Лежа, дальше двадцати шагов такую тяжесть не забросишь, заметил Звонарев. Подползти же незамеченным на более близкое расстояние очень трудно. Да, дело рискованное. Может быть, вы хотите отказаться от него? Прапорщик посмотрел на него серьезно и сказал. Я давно бы вас поставил об этом в известность, господин лейтенант. Что так официально? Все мы люди, все человеки и все за свою шкуру трясемся. Я откровенно скажу про себя. Боюсь, но иду. Думаю, что и вы испытываете то же чувство. Ради чего вы идете на риск? В чайе не награды? Из удальства? Или хотите пощекотать свои нервы опасностью? — Ни то, ни другое. Знаю, что это долг перед Родиной. Задумчиво ответил лейтенант. Так же, как и вы, добавил он, помолчав. Родина отвлеченная, но великое понятие. Его часто даже не сознаешь, но в конечном счете все делаешь именно для нее, согласился прапорщик. Вернувшийся Блохин подробно доложил, как легче всего добраться до блиндажа. Затем подошел Буторин, условившись окончательно о действиях обеих партий, Звонарев и лейтенант вышли наружу и двинулись к цели. Быстро пройдя окопы, занятые стрелками, они разделились. Звонарев с Блохиным поползли влево, укрываясь в каждой яме, в каждой воронке. Ночь стала светлее. Сквозь разорванные тучи временами проглядывал лунный серпик на ущербе. Над головами посвистывали пули. Японцев не было видно, и только короткие и сухие звуки выстрелов указывали их расположение. Неожиданно по горе скользнул луч прожектора. Звонарев и Блохин мгновенно припали к земле. Лежавшие вокруг неубранные трупы прекрасно их маскировали, и луч света медленно прополз мимо. Временами прапорщику казалось, что у него сердце готово выскочить из груди. Он останавливался, чтобы перевести дух и взять себя в руки. Мгновениями он совсем уже решал вернуться назад и отказаться от намеченного предприятия, но рядом слышалось сильное приглушенное дыхание Блохина, который, ловко, лавируя между препятствиями, безостановочно двигался вперед. И Звонареву становилось стыдно за свое малодушие. Уже скоро доберемся, шепнул Блохин и начал сворачивать вправо. Вдруг перед ними выросла темная фигура японского часового, они замерли на месте. Но часовой смотрел куда-то вверх и не замечал их. Постояв немного и крякнув паутиному, он повернул к своим окопам. Прапорщик и солдат облегченно вздохнули. До блиндажа было уже совсем близко, его гребень ясно темнел на фоне неба. Отчетливо доносились голоса японцев. Выбрав воронку побольше, оба лазутчика забрались в нее, тесно прижавшись друг к другу. Начинайте, Сергей Владимирович, шепнул Блохин и, вытащив из жестяной коробки зажженный фитиль, поочередно приложил его к запалам шашек, которые загорелись с легким треском. Затем, быстро вскочив, звонарев и Блохин изо всей силы швырнули патроны в сторону японцев и тотчас припали к земле. Раздался оглушительный грохот. Дождем посыпались скомьи земли, доски, камни. Вслед за этим грохнули еще два взрыва справа, и как бы в ответ им в самом блиндаже вспыхнул ослепительный огонь, сопровождаемый страшным грохотом. Переждав немного, звонарев осторожно поднял голову. Блиндаж осел посредине и ярко горел изнутри. С диким ревом японцы стремительно выскочили из окопа и, давя друг друга без ружей и без амуниции исчезли за горой. Бей их, крой, мать, перемать, вскочил блохин и бросился за ними. Куда ты звал его звонарев? Солдат, размахнувшись, кинул вслед бегущим еще один патрон, увеличив панику среди японцев. Все русские окопы оказались пустыми. Звонарев тут он при свете пожара увидел Гурского и Буторина. Все вышло как нельзя лучше, Сергей Владимирович. Радостно встретил его лейтенант. Теперь надо окончательно добить японцев. Тащи-ка сюда наши гостиницы! Крикнул он матросом. Из темноты выкатели три шаровых мины и, подняв на руках на бруствер, начали полегоньку сталкивать подгуру. Осторожней! предупредил Гурский, вскакивая сам на бруствер. Звонарев последовал за ним. По изрытой земле мины передвигалась большим трудом, ее все время приходилось поддерживать с разных сторон. Скрывшись в нижнем окопе, японцы начали обстреливать русских. Попадет пуля в мину, всех разнесет в клочья, подумал Звонарев, задерживаясь из осторожности на месте. Поднажми! Донесся до него хриплый голос Блохина и тяжелое дыхание натужившихся людей. Пошла! Ложись! Едва успел прапорщик распластаться на земле, как внизу раздался оглушительный взрыв. На горе обказались матросы и бросились вниз со штыками наперевес. Через десять минут вся гора до самой подошвы была очищена от врага. Высокая вновь стала русской. Звонарев и Гурский пошли в тыл. Обходя трупы из тонущих раненых они добрались до блиндажа, откуда были выбиты японцы. На них пахнуло дымом и отвратительным запахом горелого мяса. Мне подвезло. Второй патрон угодил прямо внутрь и взорвал там ручные бомбочки. Это и напугало так японцев, пояснил лейтенант. В штабе Ирмана офицеры застали Кондратенко. Генерал поблагодарил их за успешное выполнение трудной задачи. Что же касается солдат, то я уже заранее выпросил для них устаселя кресты. Сколько всего у вас человек? У меня трое и артиллеристов трое, доложил моряк. Пожалуйста, передайте им кресты в торжественной обстановке, протянул ордена Кондратенко. О вас обоих также сделаю представление, а теперь можете отправиться на вполне заслуженный вами отдых. Офицеры откланились. На дворе уже светало, с моря дул сырой холодный ветер. С высокой тянулись в тыл вереницы раненых и идущих на отдых солдат. Среди них Звонарев увидел и своих утесовцев. Подозвав их, он вручил каждому крест. «Ну, отчествовать вас будем уже на залитерной», предупредил он. «Бутылки две из него дадут», заметил Блохин, подкидывая свой крест на ладони. «Как тебе не стыдно так говорить?» возмутился прапорщик. «Так он у меня уже второй, ваш скородие. Если все сохранять квештик, скоро будет некуда», усмехнулся солдат. «А тебе, Ярцев, кроме того, от меня обещанные книги», протянул прапорщик Томик и Пушкина. «Покорнейший вас благодарю, Сергей Владимирович!» с большим чувством ответил сказочник. Глава пятая Отдыхать артиллеристы направились на саперную батарею. За время их отсутствия строительство сильно продвинулось. Помимо площадок для орудий были и сооружены хорошие просторные блендажи для солдат и Вениаминова. Матросы и артиллеристы уже копошились около своих орудий. Более простая техническая установка крепостных пушек была почти закончена, моряки же еще только регулировали свои лафеты. «Здорово, челдоны!» приветствовал работающих блохин. «Здравствуй, варначи душа!» отозвался луговой. «Не пришибли-таки тебя японцы, а следовало, одним лишаком на свете меньше бы стало!» Звонарев прошел к Вениаминову. Сладко потягивая со сна, капитан предложил прапорщику расположиться у него. «Японцы нас не тревожат, стрелять не собираюсь, и с работы людей не тороплю. Успеем мощно воеваться в сласть. Можете спокойно и беззаботно почивать хоть до самого вечера. Я же загляну на зубчатую канни-пални. Звана пирог по случаю двадцатипятилетнего юбилея каторжных работ, именуемых супружеской жизнью. Батарею-то когда, надеюсь, закончить? Дня через два с вашей помощью. Ну, отдыхайте». Долго спать прапорщику все же не пришлось. Вскоре после полудня на батарею прискакала Варя, ведя в поводу другую оседлную лошадь. Она передала пакет из управления артиллерии с приказом утесовцам вернуться на залитерную. Узнав об этом Вениаминов запротестовал. «Я не сумею сам достроить батарею, поэтому Сергея Владимировича не отпущу. Мое дело маленькое — передать вам пакет, а там, как знаете, Петр Ирофеич», отызвалась девушка. «Я же прекрасно понимаю тайные пружины, вызвавшие это распоряжение». Хитро улыбнулся капитан. «Готов ежедневно отпускать к вам мосье Звонарева. Я здесь совершенно ни при чем». «Он герой не моего романа, я таких клякс не люблю». Пока они пикировались, Звонарев проснулся и вышел к ним. «Собирайтесь, поедемте со мной, я привела вам лошадь», распорядила Сваря. «Слушаюсь, господа свирепая Амазонка», вытянулся прапорщик. «Не отпущу, хоть что хотите делайте, не отпущу», вцепился в него Вениаминов. «Вас, кроме того, приглашала к себе Страшникова», уговаривала Звонарева Вениаминов. После длительных переговоров было решено, что сначала они все втроем отправятся с визитом на зубчатую батарею, а затем уже Звонарев поедет в управление артиллерии. «Бахин, Ярцев, Юркин», позвал прапорщик, «отправляйтесь на Залитерную, довольно здесь погостевали». Солдаты мгновенно собрались. «Разрешите по дороге зайти на утес, попросили они, только не застряньте в кабыке». «Никак нет, разве что, идя через мосточек, ухватим кленовый листочек», скроил умильную рожу Блохин. «Я тебя ухвачу», пригрозил прапорщик. Солдаты откозыряли и ушли. Оставив лошадей на саперной, Варя вместе с прапорщиком и Вениаминовым пешком направилась на зубчатую. Батарея была украшена флагами, в стороне тянулись длинные ряды столов, уставленных мисками и котелками. Парадно одетые солдаты выстроились у своего блиндажа. Тут же около Анналоя расхаживал священник в золотой ризе. Читая юбиляров, приветливо встретила гостей. При виде Вари страшникова расплыла с улыбки. «Как мило со стороны ваших родителей вспомнить о нашем семейном торжестве и прислать вас к нам», пропела она, целуя девушку. У Вари от удивления даже рот раскрылся. Ей и в голову не приходилось, что ее могут принять за посланницу. Сообразив это, она поспешила принести поздравления и наилучшие пожелания капитанши. Сам страшников, несмотря на теплый день, был в парадном мундире при всех орденах, Вениаминову и Звонареву пришлось извиниться за свой будничный вид. После молебствия с провозглашением многолетия юбиляром, все направились к накрытым для солдат столам. Каждому было выдано по чарке водки, паре соленых огурцов и куску солонины. Фельдфебелю и фейерверкером капитанша поднесла чарку собственноручно. Присутствие начальства явно стесняло солдат, и они ели без особой охоты. Звонарев по приглашению капитана с трудом проглотил сильно наперченную соленую бурду, именуемую щами, и наполовину протухшую солонину. — Не правда ли очень вкусно? — спросила его Анна Павловна. Из вежливости прапорщик выразил одобрение, но Варя простосердечно заметила. В госпитале кормят гораздо лучше. Но там же больные. Вениаминов поспешил перевести разговор на менее щекотливую тему. — Анна Павловна прекрасная хозяйка, в чем вы сейчас и убедитесь, отведав ее пирогов. Капитанша незамедлила пригласить гостей в аж, где уже был накрыт стол. В тесноте, да не в обиде. Прошу рассаживаться, где кто может, говорил Страшников. Обед оказался изысканным, вкусным и сопровождался обильной выпивкой в виде различных наливок и настоек. Мы решили пустить в ход все свои запасы, ведь неизвестно еще, долго ли мы проживем. Один шальной снаряд и жизнь будет оборвана, вздыхала капитанша. «Что ты, Нюсик, Бог не без милости, как-нибудь уцелеем», поспешил успокоить супруг. «Ваш блиндаж настолько прочен, что его с одного попадания не разрушишь», заметил Звонарев. «Две недели работала почти вся рота», с удовольствием пояснил капитан. Появились песельники солдаты, они затянули какую-то заунывно торжественную кантату в честь своего командира, затем последовали различные церковные песнопения, которым умиленный страшников подпевал во весь голос. Пиршество закончилось шампанским под крики гостей «Горько молодым!» Молодые с 25-летним стажем супружеской жизни торжественно облабызались и прослезились, «Сколько они друг другу испортили крови за это время!» шепнул Звонарев на ухо Варе. «Меньше чем вы мне за последние дни своей никому не нужной бравадой!» ответила она. «Гости отправились обратно на саперную». «Интересно, во что обошлось страшниковым сегодняшнее торжество?» «Накормить целую роту!» «Это чего-нибудь достоит?» заметил прапорщик. «Святая наивность!» «Скормили и напоили за счет тортельных сумм!» «А нас угощали тоже, верно, на экономические суммы, имеющиеся в каждой роте!» «Значит, мы сегодня объедали солдат, которых без того отвратительно кормят?» спросила Варя. «Вы ставите вопрос уж слишком ребром, мадемуазель!» уклонился от ответа капитан. «Знала бы!» «Так ни за что бы не пошла на зубчатую! Мне в горло не полез бы кусок!» Добравшись до саперной, Варя и Звонарев распростились с Вениаминовым и сели на лошадей. Когда они проезжали мимо дома Акинфиевых, их из окна окликнула Надя. Поздоровавшись, она упрекнула прапорщика. «Зачем вы все время рискуете собой, милый Сережа?» «Хорошо раз, хорошо два, но когда-нибудь это кончится плохо для вас. Хоть бы вы, Варя, запретили ему лезть, бог знает, куда очертя голову». «А что он еще выкинул?» строго спросила девушка. Надя подробно рассказала о приключениях Звонарева в последние дни. «Вот никогда не поверю, чтобы этот трусишка был способен на такие дела. Все это страшно преувеличено», притворно усомнилась Варя. Акинфиева начала уверять ее в достоверности своих сообщений. «Ну, так и быть, намылю ему голову», пообещала девушка, прощаясь лейтенантши. «С каких это пор вы стали для нее милым Сереженькой?» недовольно спросила Варя, когда они отъехали. «Откуда такая интимность?» «С Надюшей мы старые друзья, с самого моего приезда в Артур». Варя нахмурилась и вздохнула. Затем она ускакала вперед, чтобы скрыть свое смущение. Прапорщик не стал догонять ее. Доложив Белому обо всем происшедшем, Звонарев направился на Залитерную. Там он застал Борейко за конструированием артурского пулемета, приспособление, позволяющего одному человеку стрелять одновременно из десяти винтовок. Тут же находился инициатор этого дела стрелковый капитан. «Шметило», отрекомендовался он с мягким польским акцентом. «Игнатий Брониславович решил для использования старых китайских винтовок Манлихера соединить их вместе таким образом, чтобы один человек мог сразу стрелять из всех», пояснил Борейко. «Кое-что у меня при этом не получилось, и я решил обратиться к друзьям артиллеристам. Вы народ ученый, не то что мы». «Сережа у нас настоящий инженер-механик и быстро раскумекает что и как». Звонарев осмотрел предложенное шметило приспособление. В общей деревянной раме соединялись десять параллельно расположенных винтовок. При помощи металлического стержня, касающегося всех спусковых крючков, можно было произвести одновременный выстрел из всех ружей, но заряжать каждый из них приходилось отдельно. Встал вопрос, как добиться и одновременного действия винтовочного затвора. Проседев до вечера все три изобретателя добились все же одновременности заряжания. Шметило был в полном восторге. Не знаю, как мне вас и благодарить. Вы меня выручили из большой беды, у меня не хватило людей для обороны своего участка. Теперь же каждый десяток стрелков я заменю одним, потерь будет меньше, огонь сильнее и отдыхать люди станут больше. Капитан ушел, пригласив артиллеристов к себе в окопы на пробу артурских пулеметов. Как дела, Боря? Справился Звонарев, когда Шметило ушел. Скучище, друг мой, бывают дни, когда не делаем ни одного выстрела. Я занялся хозяйственным оборудованием батарей. Подгорою устраиваю кухню для нас и батареи литеры Б, при ней погреб для продуктов и баню, чтоб не приходилось бегать на утес. Одним словом, переселяемся сюда. Наши-то квартиры на утесе останутся за нами. Утес, как основная наша база, конечно, склоняется и наши комнаты тоже. Кстати, слыхал, командовать батареей утеса назначен капитан Андреев, а Жуковский остался лишь командиром батареи литеры Б и за литерной. Вот как. Я мало знаю Андреева, но слыхал, что он был тяжело ранен и контужен во время августовских боев. У него до сих пор трясутся голова и руки. Нечего сказать, хорош командир. На утесе наших всего один взвод. Все не строевщина. С ними Андреев справится. Вскоре поручик переоделся, побрился, надушился одеколоном и отправился в город. Будь добр, побудь на батарее, а я загляну в экономку. Вот что-либо и вы уже там, попросил он прапорщика. Оставшись один, Звонарев обошел позицию и осмотрел вновь сооружаемое помещение. Блохин, Ярцев и Юркин явились, справился он у Родионова, никак нет, не прибыли еще. Загуляли где-то по дороге, черт бы их побрал. Заберет их патруль, неприятность, не оберешься, недовольно проговорил Звонарев. Они не из Таковских, отобьются или удерут, успокоил фейерверкер. Между тем, Борейко неторопливо шагал по улицам города, раскланиваясь со знакомыми. Однако путь его вел совсем не в ту сторону, где был расположен магазин офицерского экономического общества, и он довольно скоро оказался около пушкинской школы. Тут у него неожиданно запершило в горле, что заставило его несколько раз прокашляться густым протодиаконским басом. Как бы в ответ на это? Открылось окно в нижнем этаже школы, и на подоконнике появилась Оля Селенина с гитарой в руках. Заметив девушку, поручик почтительно снял фуражку и раскланивался с ней. Учительница в ответ помахала рукой. — Куда путь держите, Борис Дмитриевич? — крикнула она. Офицер поспешно подошел к окну и, поздоровавшись, ответил на вопрос. — Послушайте, что я вам сейчас спою. — Баламуты, выйди с хаты, хочу тебе закохаты. Чистым сильным голосом начала Оля. Борейка тихонечко подпевал ей. — Закохаты, тай забутый. Девушка сделала небольшую паузу и, наклонившись к Борейка, выразительно закончила. — Все ж вы хлопцы, баламуты. — Не правда ли, Борис Дмитриевич? Лукаво улыбнулась она. — Ну, положим, это не совсем так. Несколько смущенно отозвался поручик. — Теперь вы что-нибудь спойте мне. Борейка прокашлялся и, глядя влюбленными глазами на сидящую на подоконнике учительницу, с чувством запел «Ты ж мене пидманула, ты ж мене пидвела, ты ж мене молодозу морозу мазвела». Оля аккомпанировала ему на гитаре. Затем, как бы спохватившись, она соскочила на пол. «Что ж-то я держу вас под окном? Идите в сад, в экономку, вы все равно уже опоздали, она рано закрывается». Поручик прошел в калитку. Навстречу ему кинулся слаем пушистый дворовый пес Полкан. «Пройдемте в дальнюю аллею», предложила вышедшая с гитарой Оля и увела его вглубь сада. Здесь они уселись на широкой скамейке под акациями. Полкан улег своих ног. Сначала они в полголоса пели дуэтом, а потом завели длинный тихий разговор. О чем у них шла речь, знали только они. В уснувшем городе слышен был лишь заливистый собачий лайда и изредка тарахтела запоздавшая фурманка или извозчик. С фортов донеслась редкая ружейная перестрелка. На рейде каждые полчаса отбивались склянки. С моря потянулся туман. Перевалило заполночь, когда наконец Борейка и Оля встали и направились к садовой калитке. Залежавшийся пес лениво потянулся и пошел за ними. Прощаясь, поручик низко наклонился и осторожно поцеловал руку девушки. Оля почему-то вздохнула и, приподнявшись на цыпочки, быстро поцеловала Борейка в губы. В следующее мгновение она с тихим смехом скрылась на крыльце. Ошеломленный поручик постоял на месте, поглядел ей вслед и в глубокой задумчивости зашагал по дороге. На одном из перекрестков ему повстречалась торопливо идущая по мостовой группа людей. Они сердито перебрасывались между собой короткими фразами. Вглядевшись, поручик разобрал, что городовые вели двух солдат. Борейка прошел было мимо, но его неожиданно окликнули. — Ваш бродь, помогите! Борейка сразу очнулся. Вглядевшись, он узнал Блохина и Юркина. В чем дело? Шагнуло на дорогу. — Так что ваш бродь, мы задержали их за дебош в кабаке, доложил старший городовой. — Отпустите! — Я их сам накажу. — Никак невозможно. Очень уж они наскандалили. Мне два зуба выбили, другому под глаз фонарь поставили. — Врешь, чертов фараон! Это вы на нас набросились с кулаками, а мы только отбивались, возразил Блохин, сплевывая кровь из рассеченной губы. — Пошли, приказал солдатом Борейка, не обращая внимания на полицейских. Мы не согласны. — Не пущай их, ребята! — приказал старший городовой. Благодушное настроение мигом слетело с поручика. — Не пущай! — взревел он, и со всего маху ударил полицейского. Как ни крепок был городовой, но удара не выдержал и повалился на землю. — Бей! — в свою очередь заорал Блохин, опрокидывая другого полицейского, а затем так ткнул ногой в живот третьего, что тот со стоном присел на мостовую. — Ай да! — скомандовал Борейко, и артиллеристы зашагали за ним. — Завтра поставлю обоих под винтовку, чтоб на будущее время не страмились на весь Артур, бурчал Борейко, не могли от фараонов отбиться. Их ваш броя целый десяток на нас навалился. Двух мы выбросили из окна, одного покалечили, остальные нас поволокли, оправдывался Юркин. — Каждый из вас должен справиться с десятком городовых, а вы вдвоем перед шестью спасовали, а срамлю перед всей ротой, чтоб другим неповадно было. Солдаты виноваты вздыхали. Заспавшийся после бессонных ночей под высокой звонарев утром с удивлением увидел Борейко за стаканом чая, а не водки, как обычно. — Что это на тебя, Боря, напала трезвость? В экономке, что ли, не стало горилки? — Попробую в виде опыта пополоскать себе кишочки китайской травкой. А как ты думаешь, смогу ли я совсем бросить пить? Огорошил он вопросом прапорщика. Звонарев с удивлением взглянул на своего друга и, увидя его серьезное сосредоточенное лицо, понял, что Борейко не шутит. — Конечно, сможешь. Не сразу, а постепенно, понемногу отвыкнешь, так же, как и курильщики бросают табак. Поручик в ответ шумно вздохнул и рассказал о ночном приключении с Блохиным и Юркиным. — Стоят теперь архангелы под винтовкой и все на посмешище, — закончил он. — Так я и знал, что они напьются. С досадой проговорил звонарев. Я их еще от себя вырубую как следует. Выйдя из блиндажа, он увидел солдат, окружавших Блохина и Юркина, и столпы сыпались на смешки по их адресу. Юркин стоял молчаливый и безучастный ко всему окружающему, зато Блохин беспрерывно вертелся на месте, виртуозно отругиваясь. Его, видимо, самого занимало создавшееся положение попасть под винтовку за недостаточно решительное противодействие фараонам. Этого еще с ним никогда не случалось. Медведь зверюга с понятием за здря не накажет, а за дело и обстоять можно, ораторствовал он. Есть грех, обмешулился, не сумел убечь от крапивного семени и получи. Ваш, бродь, разрешите уйти, взмолился солдат, когда звонарев подошел к нему. Силов моих нет, слухать, как они надо мной изгаляются. Вы что это наделали? Вместо ответа накинулся на них прапорщик. Не только не разрешу уйти, а попрошу еще добавить по два часа, чтобы впредь не безобразничали. Вскоре подошел Борейко. Хороши, нечего сказать. А срамили утес на весь Артур, смеются над вами по делам. Пусть все в роте знают, заберет кого-либо полиция, пощады от меня не жди, но пошли ко всем чертям растяпы. Отпустил он наказанных. Звонарев хотел было протестовать, но, увидев, какую умильную рожу состроил Блохин, засмеялся и махнул рукой. Офицеры завтракали в своем блиндаже, когда один щик неожиданно доложил. Неизвестные генерал на батарею пришли. Кого это еще принесло? Недовольно буркнул поручик и вышел встречать неведомое начальство. Прапорщик последовал за ним. По батарее шел Никитин, на ходу здоровая с солдатами. Здорово, артиллеристы батарейцы! Удивленные утесовцы в разброд отвечали генералу. Приняв рапорт Борейко, Никитин осведомился, не был ли на залитерной Стессель. С момента сооружения залитерной здесь его превосходительства не видели. Он собирался сегодня побывать у вас. Весьма польщены, столь высокой честью. Генерал прошелся вдоль фронта батареи, задавая различные вопросы. Я всю жизнь свою прослужил в мортирном полку и понятия не имею о крепостных пушках и правилах стрельбы из них, признался. Чем же извольте сейчас ведать ваше превосходительство? Справился Борейко. Председатель комиссии по наблюдению за тем, чтобы в ночное время люди не спали на позициях, важно сообщил генерал. Поручик чуть заметно усмехнулся. Весьма ответственная должность. Да, если хотите, нахмурился Никитин, почувствовав насмешку. После обхода позиции Борейко предложил генералу позавтракать, а Звонареву велел навести порядок на батарее и предупредить, когда появятся стессы. Солдаты усердно принялись за уборку. Заинтересовал их Никитин. Начались расспросы кто он, чем ведает, зачем пришел на батарею. Прапорчик подробно рассказал, что знал. Выходит, он вроде старшего ночного сторожа в Артуре, решил Блохин. Так где же у него погремушка? Какая погремушка, трещотка, что ли? Она самая. Сделай да поднеси ему, засмеялся Звонарев. Мигом сварганем из старого железа. Только как бы у меня потом из-за этого голова не стрещала, зубоскалил солдат. Пользуясь затишьем на фронте, Стессель решил объехать батареи второй линии. Здесь было совершенно безопасно, и в то же время можно было с чистым сердцем послать реляцию о посещении передовых позиций. Солдаты едва успели закончить уборку, как на дороге показался известный всему Артуру экипаж запряженной парой серых в яблоках лошадей. Прапорщик поспешил в блиндаж. Там он застал Никитина и Борейка усиленно выпивающих и закусывающих. Непривыкший к гомерическим порциям поручика, генерал уже с трудом двигал языком. Подъезжает Стессель, сообщил Звонарев. Разрешите встретить его превосходительство, обратился поручик к Никитину. Конечно, конечно, он ведь любит почет. Сразу раздуется, как индейский петух, думает, что тогда его и впрямь за умника ненароком сочтут, пролепетал с трудом генерал. Офицеры вышли, оставив своего гостя в обществе целой батареей недопитых бутылок и опорожненных стаканов. Стессель вышел из экипажа и приказал выстроить солдат за орудиями. Когда это было исполнено, он громко поздравил солдат с отбитым штурмом и поблагодарил за службу. Обходя по фронту, генерал сделал Борейко замечание за плохую выправку солдат. Особенно возмутил его блохину, которого фуражка блином сидела на голове, пояс спустился вниз, на лице застыла глупейшая улыбка. — Что за олух? — закричал Стессель. — Голову выше, брюхо подбери! И генерал ткнул солдата в живот. Эффект получился совершенно неожиданный. Перегнувшись вперед, солдат громко икнул. Стессель даже онемел от удивления. — Поставить этого идиота прилично в присутствии генерала, приказал он, обретя наконец дар слова. Не солдаты, а папуасы какие-то. Неизвестно, сколько бы времени он возмущался, если бы не увидел приближающегося к нему Никитина. С блаженно пьяной улыбкой на багровом лице, пошатываясь и заплетаясь на каждом шагу, Никитин еще издали посылал своему другу воздушные поцелуи. Стессель нахмурился. — Ты уже успел зарядиться? — проговорил он. — Успел, Толя, но только самую капелечку. Не сердись, дай я тебя поцелую. И Никитин обнял Стесселе. — Довольно, Владимир? — Тебе, я вижу, надо немного отдохнуть. Поедешь сейчас со мной. — Только не хмурься, Толя, ведь в молодости ты не был схимником. Помнишь, как перед третьей плевной мы с тобой в собрании дербалызнули? Тысяч на четвереньках под столом ползал, лаял по собачьей и кусал дам за ноги. — Да-то шалунишкой. — Едем. — Решительно подхватил Стессель его под руку. — Да куда ты меня тащишь? Позволь хоть попрощаться с моим новым приятелем. Люблю его как сына. — Заметь, это лучший артиллерист в артуре. И Никитин облобызался с Борейком. — Подавай. Нетерпеливо махнул рукой кучеру Стессель, но Никитин уперся. — Хочешь, я тебя срезу в одно тепленькое местечко? — предложил он хитро улыбаясь. — Девочки, там пальчики оближешь. Стессель свирепо молчал и продолжал вести Никитина к экипажу. — Нет, постой, вырвался последний. — Да ты не бойся, я о твоей мигере ничего не скажу, ведь все знают, что ты сидишь у ней под башмаком, а она бьет тебя туфлей по голове. — Никитин громко захохотал. — Окончательно выведенный из себя Стессель втолкнул своего друга в экипаж и приказал трогать. — Смирно! — скомандовал вслед уезжающему начальству Борейко, отдавая честь. — За такое генеральское представление обернулся он к Звонареву. — Не жалко и полсотни заплатить. — Разойди из! Солдаты бросились в разные стороны. Блохин тут же прошелся колесом и, к вящему удовольствию всех, повторил свой нехитрый трюк со Стесселем. — Воображаю, как попадет Никитину за сегодняшнее, заметил прапорщик. У него хоть в пьяном виде мозги начинают шевелиться по-человечески, а у Стесселя они уже окончательно и бесповоротно застыли на месте. Жизнь на Залитерной шла своим чередом. Звонарев то конструировал артурский пулемет, то придумывал, как пропустить электрический ток в проволочное изграждение, то принимался за проектирование воздушного шара, на котором Борейко должен был подняться на высоту тысячи футов с целью обнаружения осадных батарей. Докладные записки за Литерной градом сыпались в управление артиллерии, где их аккуратно подшивали в папки. Поручий каждый вечер отправлялся в экономку и возвращался поздно ночью. Звонарев Звонарев часто встречался с Варей, приносивший обеды, девушка все прочнее входила в жизнь прапорщика, заботилась о его питании, белье, следила за порядком в блиндаже, разносила деньщика за грязь и неаккуратность. Между ними установились хорошие дружеские отношения, Варя не очень командовала, а Звонарев избегал дразнить ее. Солдаты тоже привыкли к Варе и звали ее нашей сестрицей и прапорщиковой барышней. Один блохин непочтительно величал ее просто варькой, но при встречах тоже был вежлив. Пользуясь отсутствием офицеров на батарее, солдаты вечерами собирались у костров и слушали Ярцева. Последний с необычайным воодушевлением и подъемом торжественным речитативом декламировал Полтаву и Руслану и Людмилу, вызывая бурные восторги своих слушателей. Чеканный стих пушкинских произведений зачаровывал всех звучностью и красотой. Лежа на земле, лицом к огню солдаты восторженными восклицаниями выражали свои чувства. Даже блохин сначала было забраковавшей Руслану и Людмилу, теперь, переваливаясь сбоку-набок и лениво почесываясь удивленно радостными восклицаниями приветствовал особенно понравившиеся ему места. Сказка это как песня. Так на песню и просится, мечтательно произнес Белоногов. Вот бы хором спеть было, хорошо. Подожди, дальше еще лучше будет. Улыбаясь счастливой улыбкой, отвечал Ярцев и переходил к Полтаве, за которой следовал медный всадник, Евгений Онегин имел меньший успех. Про господа но нас мало касаемо, зевал Блохин, ты бы сказочник лучше про попа балду сбрехнул. Проходя как-то мимо Ярцева, Борейко поинтересовался, что он читает. И нравится, справился он. Разявер ты, слуху и тварь броди, поручик хмыкнул носом. Некрасов поэта, знаешь? Малый слышал, но по-настоящему не видел. Борейко достал однотомник сочинений Некрасова и в один из вечеров присел к солдатскому костру, прочитал на выбор несколько отрывков. Когда он кончил, солдаты продолжали некоторое время сидеть молча. не понравилось, что ли? спросил поручик. Какой не понравилось? отозвался Блохин. Да разве разрешается про такое писать? недоверчиво спросил он. Ты думаешь запрещенное? усмехнулся Борейко и, раскрыв первую страницу, показал. Читай, Коль Грамотин, разрешается цензурой. Чудно даже, чтоб про господ так писать, все еще сомневался солдат. С этого вечера Некрасов стал любимым поэтом. Чтецом выступал сам взводный Родионов. Низким рокочущим басом он неторопливо читал Кому на Руси жить хорошо, Арина, мать солдатская и другие поэмы. Лахин располагался рядом и пристально глядел ему в лицо, повторяя следом за фейерверкером отдельные фразы. Один Ярцев по-прежнему предпочитал Пушкина и, устроившись в отдалении, умиляясь в тихомолку, читал на память целые главы из Евгения Онегина. Иногда завязывались общие разговоры. Излюбленными темами были скоро ли кончится война и что после нее будет. Без бунта дело, братцы, не обойдется, заявил однажды Блохин. Когда дому доберемся, помещицкую землю промеж себя поделим, а попервах всех генералов до офицеров побьем. Что ж ты медведя убьешь? Иронически спросил Родионов. Зачем? Он у нас за главного будет. Так ведь он офицер. Душа в нем солдатская, наш брат нутром чует. И вот кулакать здоров тебе под пару, усмехнулся Родионов. Не в том дело, отмахнул солдат, южиумный зверюга. А Сергунчика нашего куда денешь? Блохин призадумался. Варьки отдадим, пусть с ним милуется. Он без тебя на ней скоро женится. Она на нем женится, а он детей нянчить будет. Под общий хохот, не задумываясь, ответил Блохин. Кондратенко как? спросил Кошелев. То пусть медведь решает, он башковитый. Перебрали всех известных им офицеров и решили, что большинству из них придется открутить башку. Черт с ними. Пусть в себе живут, лишь бы скорее войне конец и по домам разойтись пока целы. Окончил разговор Родионов. Пора и по блиндажам. Кто ночью не валит. В блиндаже Родионов обратился к фельдшеру. Слыхал, появилась в Артуре новая болезнь, от которой у человека зубы выпадают, а сам заживо гниет. Скорбут, что ли? Скорбут цинга. На перевязочном пункте говорили, что в четырнадцатом полку были случаи, у нас быть ее не должно. Она делается от плохой пищи, харчи наши пока что подходящие. Все же надо людей предпредить. Завтра перед обедом о ней скажи, да заодно и посмотри, нет ли больных. Она говорит прилипчивая. В один из спокойных дней Звонарев отправился на батарею литеры Б, где давно уже не был. Прочные бетонные казематы служили достаточно надежным прикрытием от бомбардировок и солдаты находились здесь в относительной безопасности. Сидя под прикрытием бруствера прямо на земле, они чинили свою одежду, обувь, брились, стриглись, пили чай из котелков. Картина была самая мирная. И только посвистывание пуль где-то вверху, да взлетающие временами на гребне маленькие фонтанчики пыли говорили о войне. Прапорщик прошел к каземату, где помещался Жуковский. Капитан встретил его совсем больной, исхудавший, почерневший, с глубоко запавшими глазами. Он едва стоял на ногах. Желудок совсем замучил. Я уже подал рапорт о болезни командиру артиллерии. Хочу хоть недельки-две пожить на утесе, а вось поправлюсь. Здесь же на хозяйстве останется Гудима, благо он устроился всем в семейном у Шуры. Звонарев, в свою очередь, рассказал капитану о генеральском посещении, не забыл упомянуть и о вечерних прогулках Борейка в город. Дай бог, дай бог, мордженится, переменится, бросит пить. Талантливейший человек, а водка и губит себя, вздохнул капитан. Пойдемте-ка к Гудиме. Штаб с капитана они застали записанием дневника. Тут же с рукоделием сидела Шура, конфузливо поднявшаяся навстречу гостям. Приготовь нам чаю, бросил ей Гудима, здоровые с вошедшими. Сейчас из управления, передали по телефону, что вам разрешено ехать на утес, Николай Васильевич. Тогда я попрошу вас поскорее составить передаточный акт, пойдемте займемся этим. Жуковский и Гудима вышли. Звонарев остался с Шурой, хлопотавшим над керосинкой. Вы давно здесь? Справился прапорщик. Приехала вместе с Алексеем Андреевичем. И не страшно вам? На утесе бывало страшнее. Кроме того, мне там папаня с маманей проходу не давали. Вернись, да вернись домой, жаловался Шура. Как только Гудима освободился, Звонарев вместе с ним отправился в стрелковые окопы. Прапорщику хотелось посмотреть на действия артурских пулеметов Шметила. Офицеры прошли на пехотную позицию, прочно устроенные бревенчатые блиндажи и козырьки хорошо предохраняли солдат отружейных пуль, шрапнели и действия малокалиберной артиллерии. От осадных же орудий эти полевые укрепления защитить не могли. Стрелки по большей части дремали в укрытиях и только одиночные часовые неустанно следили за врагом. Мои солдаты все время мастерят нечто вроде перископа, чтобы иметь возможность скрытно вести наблюдение за японцами, да у них что-то не получается. Вместо приветствия обратился к артиллеристам, вышедшим навстречу Шметила. Может быть, вы и тут поможете мне. Я привел нашего инженера, он и окажет вам полное содействие, указал Гудима на Звонарева. Капитан поблагодарил и предложил зайти выпить чаю. Где Харитина? Оглянулся капитан. Пусть разогреет чай. Ушедший в тыл, отозвался Денщик. Это что еще за баба появилась у нас, ясновельможный пан, улыбнулся Гудима, закручивая усы. Вдова солдатка. Добровольно пошла в полк рядовым, носит солдатскую одежду и числится стрелком. Непривередливая и очень храбрая. Несколько раз ходила в штыки. На моих глазах приколола японца, а как разойдется, то и я побаиваюсь ее. Обязательно познакомлюсь с ней, решил Гудима. Поболтав с полчаса, артиллеристы двинулись обратно. На батарее они застали Шуру, беседующую с солдатом стрелком. Среднего роста, довольно полный, безусый, мягким, продлуговатым лицом, он сразу обратил на себя внимание офицеров. Переодетая баба, определил Гудима. Тебя как зовут? Спросил он. Рядовой седьмой роты двадцать пятого восточно-сибирского стрелкового полка Харитон Короткевич грудным женским голосом ответил солдат. Не слыхал я, что-то у мужиков такого голоса, да и вид тебя выдает. Ежели ее вымыть да приодеть, ничего, бабенка получится. Обернулся штабс-капитан к Звонареву. Харитина, это была она, густо покраснела и свирепо взглянула на офицера. Эж сердеетая какая мордашка, зачем к нам пришла? К сестрице на хворобу пожаловаться, ваш бродь. На женскую, что ли? А то у вас самих есть ротные фельдшера, допытывался Гудима. Харитина невнятно что-то забормотала в полном смущении. Оставьте ее в покое, Алексей Андреевич, заступился Звонарев. Когда офицеры отошли, Харитина кивнула вслед штабс-капитану и хмуро спросила. Кто это, сволочь? Шура покраснела. Тот, что с тобой разговаривал Гудима, а другой Звонарев. Так это есть твой. Не в жизни спуталась бы с таким. А второй ничего, мухи видать не обидит зря, а стеснительный. У него тоже зазнобы есть. Нет, один он. Правда, к нему имеет приверженность дочка нашего генерала, Варей звать. Встречала, может, все верхом скачет. Озорная такая, знаю, на барышню не похоже. Харитина по-солдатски сплюнула через зубы и вздохнула. Ты будешь к молодому ушла, и красивый, и человек хороший бить, ругать не станет. Солдат тебя, Харитина, не обижают? Поспешила переменить разговор Шура. Попробовали было, так я живо отучила. Зато офицеров проходу не было, потому к капитану ушла. Боятся его и не трогают. А в Артур как попало? Шести лет осталась сиротой и пошла работать по людям. Как годы подошли, вышла замуж за лакея при станционном буфете. Жили хорошо, так вот бог деток не давал. Взяли на воспитание сиротков китайчонка, война началась. Забрали мужа в Артур, осталась я одна с малолетком. А постылил и все. Решила ехать к мужу. Подстриглась, переоделась с железнодорожником и добралась в Артур. Командир полка, спасибо ему, разрешил мне стоять при полковом лазарете. Так и жила до августа. А на самое преображение ранили мы его. Он через три дня и помер. Поплакал на могилке, да и решил за него с японцами посчитаться. Появление Звонарева прервало их разговор. Отнесите, пожалуйста, Харитина этот чертер своему капитану попросила. Харитина старательно свернула бумагу и, отдав честь, ушла. Вот вам Шура и подруга здесь нашлась. Не знаете, как она попала в солдаты? Шура передала прапорщику историю Короткевич. Зря это она вернулась в полк. Шла бы работать в госпиталь. Там женщин не хватает, а в окопах и без нее обойдутся. Да и вам, по-моему, здесь делать нечего. Жильбу своих на утесе все постепенно и вошло бы в норму. Шура неожиданно всхлипнула и залила слезами. Хоть бы вы меня не попрекали. Я и не думал вас обижать, растерялся прапорщик. Слово пришлось. С чего это ты нюня распустила? Неожиданно появился Гудима. Иди в блиндаж и приведи себя в порядок. Не терплю слезливых и сопливых физиономий. Да, не сладко однако живется бедной девушке, подумал прапорщик и двинулся на залитерную. Борейка уже ждал его с завтраком. Выслушав рассказ прапорщика, поручик ругнул Гудиму, пожалел Шуру и выразил желание познакомиться с Харитиной. Занятная бабенка. Не приходилось еще встречать таких. Поинтереснее многих наших барынь и барышень. У Лисии Лениной, например. Борейка насупился и сердито засопел. Каждая хороша в своем роде. Примирительно буркнул он после минутного молчания. Какой у тебя паршивый язык стал в последнее время, Сережа. Это все влияние твоей милейшей амазонки. Та на редкость умеет говорить всякие неприятности и при этом еще с невинным видом, недовольно бурчал поручик. Стук в дверь перебил этот разговор. Войди, крикнул Борейка, думая, что это солдат. Но на пороге появился странный субъект, бритый, одетый в офицерскую форму без погон, с белой повязкой на левой руке, на которой четко виднелись две буквы В. К. Дворянин Ножин, представил сон, отдавая честь. Попович Борейка, поднялся поручик навстречу гостю. На лице Ножина появилось выражение растерянности и удивления. Я вас не понимаю. Вы изволили довести до моего сведения, что принадлежите к благородному российскому дворянству. Поэтому я почел задолженно сообщить вам, что я происхожу из худейников. Не моргнув глазом, ответил Борейка. Что касается тебя, Сережа, это право, не знаю, кто ты по своему происхождению. Из интеллигентов есть такое засловие имеется, улыбнулся Звнарев. Очень приятно. Пожал ему руку Ножин, все еще не оправившись от удивления. Прошу садиться. Иван, подай стакан, скомандовал Борейка денщику. Чем могу быть вам полезен? Я состою военным корреспондентом Артурской газеты Новый край. Артурская сплетница, тоже, проворчал поручик. Я не согласен с такой оценкой нашей деятельности. Описывайте мифические генеральские подвиги. О настоящих героях, солдатах и матросах молчите. Послушайте вас, так весь Артур держится на Стесселе, Никите, Нифоке и прочие сволочи. А вы все свое внимание уделяете тому, что сказала, что подумала и о чем не подумала Вера Алексеевна. Какой готовит обеты генерала Смирнова? Сколько раз мадемуазель Белая встречалась со Звонаревым, гудел Борейка. Оставьте меня в покое, Борис, вспыхнул прапорщик. Ножин недоумевающе глядел на обоих офицеров. Мадемуазель Белую, я не имею чести знать и вообще о ней, насколько мне известно, никогда ничего не писалось. Зато, наверное, знаете, мадемуазель Селенину, ведь вы, кажется, живете рядом с Пушкинской школой, эту маленькую и очень свирепую учительницу, которая беспрерывно меня терзает своей музыкой и пением, ой, знаю, и даже слишком хорошо. Звонарев торжествовал ехидно, поглядывая на Борейко. — Ольга Семеновна обладает прекрасным слухом и недурным голосом, заметил Борейко. — Надо добавить на твой вкус и взгляд, подсказал Звонарев. — Конечно, иногда бывает приятно послушать ее, но после целого дня канонады так хочет тишины и покоя. — Пьете, перебил ножи на Борейко, наливая водку в стаканы. — Пью, но только рюмками. — Назалитерный рюмок и в заводе нет, поэтому прошу. И поручик протянул корреспонденту стакан. — Ваше здоровье. — Но жену ничего не оставалось, как выпить. Борейко не замедлил вновь наполнить стакан. — Не могу, ей-богу, не могу больше, уверял корреспондент. — Я выпил за ваше здоровье. Надеюсь, что вы хотя бы из любезности ответите мне тем же. Пришлось гостю еще раз опражнить свой стакан. Он быстро начал хмелеть. — Разрешите осмотреть батарею, на свежем воздухе мне будет лучше. — Милости прошу. И они вышли из блиндажа. Солнце еще достаточно сильно грело. От жары ножену стал еще хуже, и он поторопился отойти в сторонку. Вернувшись через некоторое время, он умылся, привел себя в порядок, и, извинившись за причиненное беспокойство, предложил сфотографировать батарею вместе с солдатами и офицерами. — Я этого не разрешу, — нахмурился Борейко, — снимок не будет помещен в газете. Если вы это сделаете, я настаю на вашем расстреле. В Артуре и так достаточно шпионов, заявил поручик. Не угодно ли вам пройтись вместе со мной в стрелковые окопы? Оттуда вы сможете заснять японские укрепления. Надо думать, они им известны лучше нашего и едва ли заинтересуют их. Судя по вашим словам, можно подумать, что новый край сдается для штаба Ноги, а не для жителей гарнизона осажденного Артура. Ну, во всяком случае, для него она представляет во много раз больше интереса, чем для местных аборигенов гарнизона. Ваша точка зрения совпадает со взглядами генерала Стесселя по этому вопросу. Сомневаюсь, чтобы это было так. Газета в Артуре нужна, но газета, хорошо снабженная новостями извне и совершенно не касающаяся вопросов обороны, поскольку они секретны. Мы пишем о том, что произошло два-три дня тому назад, чем и облегчаете работу японской разведки. Имеется, кроме того, специальная военная морская цензура, но в ней сидят или олухи, или предатели, разрешающие вам печатать о положении наших войск, не унимал Соборейко. Пойдемте-ка лучше к стрелкам. Там вы сможете вблизи полюбоваться на наших желтолицых друзей, которые уже скоро восемь месяцев учат нас уму-разуму и, в частности, военному делу. А там не очень опасно. Я думаю, что чувство страха незнакомо представителю доблестного российского дворянства. Да, конечно, но все же... Борейко повел своего гостя не по ходам сообщения, а напрямик, укрываясь лишь за складками местности. Японцы вскоре заметили их и открыли ружейный огонь, в воздухе запели пули. Ножин весь съежился, втянул голову в плечи и пугливо наклонялся при каждой близко пролетавшей пули. Много видно у вас знакомых среди японцев, что вам приходится так часто раскланиваться. Дорога, знаете, здесь неровная. Боюсь споткнуться и внимательно смотрю себе под ноги. Эдак вы ничего не увидите. Поднимемся на холм, что вправо, там хорошо видна вся линия японских траншей. Но его спутник вдруг споткнулся и присел на землю. Ой, больно, нога подвернулась. И верно, растянулись связки, помогите мне добраться до окопов. Поручик сгреб ножи на подмышке и быстро доволок его до ближайшего брендажа. Затем он велел позвать Шметила. Гости к вам пожаловали, Игнатий Пронеславович. Потомственный дворянин и военный корреспондент газеты Новый край господин Ножин торжественно представил Борейко. Объят желанием сфотографировать японцев, осаждающих Артур. Шметил и поморщился и довольно сухо поздоровался со все еще охующим корреспондентом. Пройдемте в передовой окоп, там всего шагов пятьдесят до противника. Отдельные фигуры то и дело показываются над бруствером. Благодарю вас. Я и здесь увижу все, что меня интересует, залепетал Ножин. Отсюда что-либо снять трудно, слишком далеко, а там до японцев рукой подать, уговаривал Шметила. Отчаянно охая и сильно хромая, незадачливый корреспондент поплелся за офицерами. Здесь начинается ход в передовой окоп, сейчас налево, но дальше передвигаться можно только ползком, указал Шметила. С больной ногой я едва ли туда проберусь, нерешительно проговорил Ножин. Харитина, проводи их, Благородие, в секрет, приказал капитан. Слушаюсь, Ваше Высок Благородие, пожалуйте за мной, повернулась она к Ножину. Право же мне трудно. Ты есть знаменитая Харитина, приподнял за подбородок голову молодой женщины Борейко. Глаза ясные, чистые, видать, девка хорошая, пивунья. Харитина сперва смутилась и хотела высвободиться, а затем, взглянув на приветливую физиономию поручика, с улыбкой ответила. В девках самые голосистые считалось на селе. Вот и отлично. Заходи вечерком к нам на залитерную, а то у нас одни мужики и не хватает женского голоса. Да ты не бойся. Успокоил он, увидев недоверие в глазах Харитины. У нас народ смирный. Если капитан пустит, разрешит, не сомневайся. А теперь проводи-ка их Благородие. Ножин, скрипя сердце, пополз вперед. Вечерело, солнце косыми лучами освещало русские окопы, японские же были в золотистой дымке пыли. А целлютуем, что ли, нашему гостю, предложил Борейко, и, не дожидаясь ответа, выстрелил из самодельного пулемета. Наглухо укрепленный с помощью кольев в землю пулемет дал резкий залп. Поручик радостно захохотал. Вот так здорово. Даже самому страшно стало. Встревоженные японцы тотчас появились у бойниц бруствера. Снимайте! Зарал Борейко, сложив руки рупором, и, припав к прикладу крайней винтовки, выпустил раз за разом всю обойму. В ответ загремели сначала одиночные выстрелы, а затем залпы. Их дополнили гулки и взрывы ручные гранат. Заварилась каша. Теперь до темноты не успокоится, заметил Шметила. Как бы Харитину не задело, забеспокоился Борейко. Она баба обстрелянная, сумеет спрятаться, а вот шелкоперушку может и зацепить. Наука ему впредь будет. В этот момент в окопе появился без шапки, в разорванном китере, весь измазанный, ножен, и, бессмысленно оглянувшись вокруг, кинулся бежать вдоль окопа. Поберегите ногу, оно у вас, того и гляди, сломается, кричали ему вдогонку Шметила и Борейко. Но корреспондент с быстротой молнии мчался по направлению к батарее литеры Б. Он теперь пока не добежит до своей редакции, ни за что не остановится, усмехнулся капитан. Подошла смеющаяся, тоже измазанная Харитина, держа в руке фуражку ножена. Ох, и напугались они, когда начала стрельба, припали ничком к земле и только просят спаси Харитинушка озолочу. Я им говорю, ползите обратно, пошвычи, авось пуль не заденет, они и задали стрекача, что же я теперь с их не фуражкой делать буду? Ну, коль скоро писатель наш бросил ее при бегстве, значит, это твои военные трофеи, нацепишь на нее свою кокарду и будешь носить, решил шметило, а вдруг они вернутся? Не вернется, заверил Борейко. Значит, придешь к нам, Харитина? На батарее так и спрашиваю, где у вас тут живет главный медведь? Слушаюсь, спрошу поручика Медведева. Не поняла Харитина, чем еще больше развеселила поручика. Сахаров расхаживал по кабинету. Мягкие ковры заглушали шаги, и только шпоры тихо позванивали при каждом движении. Капитан был в отличнейшем расположении духа. Ему только что удалось обжулить морское ведомство почти на пятьдесят тысяч рублей, продав портовому управлению украденную у него же медную электрическую проволоку. Дело было так. Один из его агентов, служащий управления порта, ежедневно выписывал фиктивные требования на провода для различных кораблей эскадры. Когда таким образом весь провод оказался израсходованным, его преспокойно вывезли, якобы на позиции, и доставили на склад. Как только это было выполнено, Сахаров отправился к адмиралу Григоровичу с предложением приобрести случайно обнаруженные на складах провода, образец которых он захватил с собой. — Благодетель вы рода человеческого, Василий Васильевич, обрадовался адмирал, прямо из петли меня вынимаете, сколько за него хотите. Капитан назвал такую цифру, что даже у видавшего вида адмирала зашевелились от изумления волоса на голове. — Побойтесь вы, Бога, взмолился он, половину дам, а больше ни копейки, и в случае острой нужды прибегну к реквизиции, это будет невыгодно нам обоим, ваш превосходительство. Я предлагаю вам 10% стоимости и дело в шляпе. — Вы меня за младенца считаете, капитан, и как нет за адмирала. — А проценты предлагаете обер-офицерские. Вскоре сошлись в цене, и в порт через те же ворота на тех же подводах была доставлена и сложена на прежнем месте партия проводов. Все это капитан вспоминал с видим удовольствием. Приход служащего с бумагами отвлек его от приятных размышлений. Среди присланных пакетов оказался и небольшой голубой конверт, надписанный мелким женским почерком, пахнущий духами. Капитан отложил его в сторону, отпустив служащего, занялся чтением коротенькой любовной записочки, содержащейся в конверте. Затем он подогрел ее на спичке и прочел выступившие между строк отдельные фразы, после чего записку сжег и пепел развеял. Полистав висевший на стене календарь, Сахаров что-то прикинул в уме и приказал подать экипаж. Через полчаса он был опять у Григоровича, но на этот раз флаг офицера адмирала задержал его в приемной, таинственно шепнув, у его превосходительства сидят два иностранных корреспондента, только что прибывшие в Артур. Какие? Откуда? Изумился капитан. Сегодня на рассвете дежуривший в проходе катер с Полтавы заметил идущую по направлению к Артуру шлюпку под французским флагом, он привел ее в порт, в ней оказались два корреспондента, сейчас Григорович беседует с ними. Какие же новости они привезли нам? Плохие. Ляоян сдан. Куропаткин отступает к Мугудену, Балтийская эскадра саживаются в дальнем, махнул рукой лейтенант. Может, все это в раке? К сожалению, нет. Они захватили с собой американские и английские газеты и журналы, в них приведен ряд фотографий с трофеями, взятыми японцами в Лаояне. Чем же все это объяснить? Полной нашей неподготовленностью в военном отношении. В мирное время больше учились маршировать, чем стрелять. Так. Выходит, надежда на скорое освобождение Артур отодвигается на неопределенное время, вздохнул Сахаров. Если, конечно, он будет когда-либо освобожден. Все, что я вам говорю, строго секретно, гарнизон ничего не должен знать об этом, спохватился моряк. Вскоре Григорович освободился, и капитан прошел к нему в кабинет. Слыхали новости, Василий Васильевич? Прежде всего спросил адмирал. Узнал, вернувшись к себе домой, и приехал сюда их проверить. Так значит, у вас имеются известия о Леояне из своих частных источников из Чи-Фу. Откуда доставили мне письма и газеты? Какой же вы делаете вывод из всего этого? Просьба не позже завтрашнего дня учинить со мной полный денежный расчет за продажу порту проводов и, по возможности, в золотой валюте. Так и быть, три четверти суммы выплачу золотом, согласился адмирал. Сахаров благодарно поклонился. Перед уходом капитан заглянул в комнату, где допрашивались прибывшие корреспонденты. Один из них, рослый, рыжий, курчавый, с золотыми передними зубами, предъявил карточку сотрудника газеты Chicago Daily News Джека Эмерсона, второй низенький и толстенький подвижной брюнет с лихо закрученными в стрелке устьками и эспаньолкой, оказался корреспондентом газеты Маттен Жаком Ламбреже. Никаких разрешений из штаба Маньчжурской армии на посещение Артура у них не имелось, путешествие свое они, по их словам, предприняли на свой страх и риск. Поздоровавшись, Сахаров присел и стал прислушиваться к допросу. Лейтенант Макалинский, которому поручено было это дело, любезно угощал корреспондентов и печеньем. Оба иностранца с нисходительным тоном отвечали на задаваемые вопросы. Вскоре лейтенант вышел из комнаты. — Вы есть мосье Сахаров, которого нам рекомендовали? — спросил Лямбреже по-французски. — Он самый. — подтвердил Эммерсон, хитро улыбаясь. — Господин Эйдельзон, удивленно воскликнул капитан по-русски. — Я только сегодня получил известие о предстоящем вашем приезде сюда и поторопился в порт. — Вы не ошиблись, Василий Васильевич, но почему вы превратились в Эммерсона? — Мало и что может случиться. Нам нужно осмотреть город, порт, батареи и повидать самого Стесселя или его начальника штаба. Мы ждем от вас помощи в этом отношении. Сделаю все, что могу. Но не опознает ли Стессель вас? Едва ли. Он, конечно, не помнит в лицо бедного артурского житка, которого в ответ на поклон изволил наградить площадной бранью. Сейчас повидаю Григоровича. Сахаров вышел. Ему удалось быстро уговорить адмирала отправить корреспондентов в штаб Стесселя. Пускай там с ними разбираются как хотят, махнул рукой адмирал. Через пять минут оба иностранца в экипаже Сахарова уже катили в штаб генерала-адъютанта. Вера Алексеевна была сильно заинтересована прибытием в осажденный Артур знатных к тому же представителей крупнейших заграничных газет. Особенно приятно было это еще и потому, что Вера Алексеевна впервые выступала в роли жены овеянного мировой славы и боевого генерала-адъютанта русского императора. Это весьма льстило ее самолюбию и заставляло особенно тщательно подготовиться к встрече интересных гостей. Сам генерал отсутствовал с раннего утра, объезжая форты и батареи. В ожидании его возвращения Вера Алексеевна решила принять их запросто в домашней обстановке. Дежурный ординариц казак в передней получил приказание пропустить гостей не задерживая. Генеральша пригласила переводчиком князя Гантимурова так как считалось, что титулованный переводчик произведет сильное впечатление на корреспондентов и придаст импозантность ей самой. Нарядная Вера Алексеевна не по годам моложала и интересная вышла в гостиную. Сахаров торжественно представил обоих иностранцев превосходительной хозяйки. Ламбреже с французской галантностью рассыпался в комплиментах по адресу порт-артурской героини, которой восхищается весь мир, ему вторил Эмерсон. Генеральша была приятно польщена и начала расспрашивать гостей о последних новостях. Завязалась дружеская беседа, во время которой Вера Алексеевна подробно сообщила о деятельности порт-артурского благотворительного общества, председательницы которого она состояла. Попутно она осветила положение в артурских госпиталях и указала общее число больных и раненых офицеров и солдат, что тотчас же было записано в корреспондентские блокноты. До большей верности из штаба доставили точную ведомость всех госпиталей и вручили ее гостям. Затем вопрос естественно перешел на болезни в гарнизоне и причины их вызывающие. С печальным вздохом генеральша повествовала о свирепствующих в артуре цинге, тифе и дизентерии. Причиной всего этого, конечно, является голод. Солдаты уже давно питаются кониной и не видят свежих овощей. Кроме того, со взятием водопроводного редута приходится пользоваться грязными дворовыми колодцами. Корреспонденты едва успевали записывать все эти сведения. Подробнейшая информация о состоянии города и крепости была закончена как раз к тому моменту, когда появился сам Стессель в серой рубахе, в таких же брюках и высоких сапогах, с генерал-адъютантскими аксельбантами и георгиевским крестом на шее, высокий, плечистый, он имел весьма внушительный вид. Оба иностранца вскочили и удостоились крепкого рукопожатия. — Зачем? Изволили пожаловать? — Что привело вас в Артур? — Надеюсь, вы будете скромны и не проявите чрезмерного любопытства, приветствовал их через переводчика генерал. — Что это за сволочи, что им тут надо? — спросил он по-русски Сахарова. Капитан поспешил объяснить Стесселю. — С ними нужно быть полюбезнее, Анатоль, предупредила Вера Алексеевна. — Весь мир будет читать, что они напишут о нас. Я приглашу их к обеду. Накормим, напоим, они и нас помянут добром. — Не возражаю. — Приглашай. — А заодно позови наших генералов Фока, Никитина, Белого, Кондратенко. За обедом хозяева и гости обменялись приветственными тостами, плотно покушали и хорошо выпили. Амерсоны и ламбреже старательно записали все меню обеда и вскользь осведомились у Стесселя, как долго может продолжаться оборона крепости. — До освобождения Артура Манжурской армии остался месяц-другой, ответил генерал. Иностранцы в осторожных выражениях рассказали о неудачах у Лео Яна. — Чушь, ерунда, враки. Не Куропаткина, японцы стремительно отступают к Артуру. Это все пленные на допросе в один голос показывают, уверял Стессель. Корреспонденты дипломатично промолчали, Фок, внимательно наблюдавший за разговором, попросил разрешения вечером побеседовать с ними поподробнее. — Вы сколько дней собираетесь здесь пробыть? — в упор спросил Никитин, уже успевший зарядиться. — Сколько разрешит его превосходительство? Наш гостеприимный хозяин. — Да по мне живите хоть до конца осады, только предупреждаю, все ваши корреспонденции будут просматриваться в моем штабе. — Это само собой разумеется, господин генерал, согласился Эммерсон. После окончания обеда перешли в гостиную. Для увековечения исторического момента несколько раз снялись всей группой, фотографировали сначала иностранцы, а затем Гантимуров, Фрейс и другие члены штаба генерал-адъютанты. Поблагодарив за гостеприимство, корреспонденты попросили разрешение побыть на позициях и осмотреть город, чтобы воочию убедиться в положении Артура. Стессель охотно разрешил и направил с ними в качестве сопровождающих Сахарова и Гантимурова. — Хотите видеть лучшую нашу батарею, поезжайте на залейтерную, посоветовал Никитин, еще не забывший гостеприимство Борейко. На двух экипажах под эскортом казаков иностранцы отправились осматривать город и крепость. Борейко и Звонарев отдыхали в своем блиндаже, когда деньщик доложил о приезде гостей. Недовольно Бурча поручик оделся и вышел. Появление Сахарова и Гантимурова в сопровождении двух штатских его удивило. Капитан начал было объяснять, кто и зачем пожаловал на батарею, но Борейко, увидев, что Эмерсон и Лямбреже приготовились снимать позиции, ринулся к ним и без стеснения отобрал аппараты. Фотографировать не разрешу. Решительно заявил он. Сам генерал Стессель позволил им снимать. Вмешался Гантимуров. Вот пусть они его и снимают, а здесь я хозяина и съемки не допущу. Иностранцы сердито заговорили, требуя возвращения своих фотоаппаратов. Сахаров смущенно извинялся перед ними. — Уезжайте-ка отсюда по добру, по здорову, посоветовала им Борейко. Знаете, незваный гость хуже татарина, особенно в военное время. Откуда они взялись? — Морда вон того, рыжего, что-то мне знакомо. Приблизился он к Эмерсону, вглядываясь в его лицо. Корреспондент побледнел и поспешил отойти. — Бо! — Да это не как наш артурский ростовщик Ян Келейдельзон. Ну, конечно, он самый. Его надо немедленно задержать, как шпиона. Вы ошибаетесь. Мистер Эмерсон никогда в Артуре не был и по-русски ни слова не понимает, возразил Сахаров. — Да что вы мне рассказываете? — Посмотрите, есть ли у него шрам с левой стороны головы. Два года тому назад я смазал его по уху, да так, что пришлось потом платить штраф за нанесенные увечья, настаивал поручик, подходя к Эмерсону. Корреспондент, усиленно жестикулируя, протестовал, продолжая в то же время пятиться назад. — Господин корреспондент говорит, что в Артуре действительно проживал похожий на него родственник, и вы его смешали с ним, сообщил Гантимуров. — А ну-ка покажи свою башку, Янкель, протянул руки Борейко. — Сейчас же отпустите господина Эмерсона, остановил поручика Сахаров. — Если даже ваше заявление справедливо, то оно должно быть сначала проверено в штабе. — Поедемте, господа, обратно. Обернулся он к своим спутникам. Последние не заставили повторять приглашение и поторопились к экипажу. — Я сейчас же отправлю рапорт Стесселю обо всем этом, — крикнул им вдогонку поручик. — Не страшно, успокоил по-английски Сахаров Эмерсона. — Рапорт можно и под сукно положить. Все-таки как вы неосторожны. Прежде чем ехать сюда, вам необходимо было изменить свою наружность, а то извольте видеть, какой получился камуфлет. По возвращении в штаб Сахаров рассказал о случившемся рейсу и спросил, что же делать дальше. — Борейка, известный алкоголик, мало ли что ему могло показаться с пьяных глаз. Не обращайте на это внимания и продолжайте свое путешествие, разрешил полковник. После этого иностранных гостей повезли на батарею Золотой горы, где, не в пример Борейка, командир ее капитан Зейц встретил их очень любезно, охотно разрешил ее снять, став сам на переднем плане, показал и другие укрепления, которые были видны отсюда, сообщил о помощи флота и степени готовности его к выходу в море. Одним словом, он совсем очаровал своих гостей. После Золотой горы проехались по городу, заглянули ненадолго к городскому комиссару Вершинину, который рассказал им о тягостях, переживаемых оставшимися мирными жителями города. Корреспонденты его запечатлели на фотопластинке. Борейка хотел лично отправиться в штаб Стесселя, но затем раздумал, не примут меня там. А если и примут, то не поверят, больно у меня репутация неважная. Да и Стессель, верно, еще не позабыл своего последнего посещения изолитерной и вряд ли обрадуется при виде меня. Где твоя амазонка, Сережа? Зачем она тебе понадобилась? Попросил бы ты ее съездить к Стессельше и все ей рассказать. Та, наверное, настоит на их немедленном аресте. Сделай, милый, Сережа, поезжай туда. Генеральша тебя знает, даже приглашала к себе. Воспользуйся этим, просил Борейка. Если бы вместе с Варей колебался Зонарев. Супружеский, так сказать, визит, усмехнулся поручик. Не в том дело. Она там свой человек, а я нет. Ваш, Броди, пишите письмо. Я его самой генеральше Стесселевой в руки передам, предложил Блохин. Там тебя дальше порога не пустят с твоей физиономией. С генеральшей родимчик случится, когда она увидит твою рожу. Тогда сказочника пошлите. Он с лица чистый, и голос у него ласкательный. Мямля не подойдет. Так отправишься, Сережа? Прапорщик нехотя согласился. Вера Алексеевна приняла Звонарева благосклонно и даже удостоила поцелуя в лоб, когда он приложился к ее ручке. Выслушав с интересом сенсационные сообщения, она живо проговорила. Мне тоже все время казалось, что я где-то видела это лицо, но не могла вспомнить, где. Теперь припоминаю. Я хотела купить у него золотой кулон за пять рублей, а он просил двадцать и не уступил. Я очень тогда рассердилась. Сейчас разбужу Анатолию. Но генерал, выспавшийся после сытного обеда, сам появился в гостиной. Прикажу сегодня же обоих мерзавцев вздернуть, а потом костемка задним числом оформит. Это с судейской точки зрения. Тот чест решил Стессель. Вот и наш Ножин тоже. Я приказал отобрать у него разрешение посещать позиции, а если он его нарушит, повешу без всяких разговоров. Давно пора. Он то и дело выбалтывает секреты и пишет в газете не про тебя, а про Смирнова. Можно подумать, такнула Вера Алексеевна. Не следует все же забывать, что они иностранные и подданные, робко заметил Звонарев. Да, это мы совсем упустили из виду. Быстро согласилась генеральша. Решено было пригласить на совет рейса. Полковник не замедлил явиться и посоветовал без шума выпроводить незваных гостей тем же путем, как они прибыли в Артур. Я сейчас пошлю Григоровичу просьбу отправить их в море. Пусть плывут куда хотят, откланялся рейс. Как ваши дела с Варей и мосье Звонарев, когда свадьба? Этот вопрос не поднимался. Не скромничайте, юноша. А вас с Варей щебечут все воробьи на крышах, улыбнулась генеральша. Звонарев откланялся. Благодарю вас от лица службы за проявленную бдительность. Церемонно пожал ему руку Стессель. Когда корреспонденты вернулись в штаб, рейс сообщил им, что Стессель нездоров и не может их принять. Гостей отвели в отдельную комнату и приставили к ним как будто для посылок казака. Оба иностранца просили передать их глубокую благодарность Стесселю и занялись приведением в порядок своих заметок. Об инциденте с Борейко они сочли за лучшую молчать. Вскоре пришел Фок. Он по-немецки попросил подробнее рассказать ему все последние мировые новости. Эммерсон ответил ему на том же языке. Разговор постепенно принял интимный характер. Мы хорошо осведомлены о роли вашего превосходительства в деле обороны Артура. С ударением на слово роли проговорил Эммерсон. К сожалению, я сейчас не удел, и мое влияние здесь ничтожно. Если Кондратенко называют душой обороны, то вы и ваше превосходительство без сомнений является ее мозгом. Что ж тогда остается на долю Стесселя? Кулаки, которые, как известно, всегда направляются головой. Вы не лишены остроумия, герой Эммерсон. Поскольку нам удалось установить связь непосредственно с вами, мне думается, что прочие передаточные инстанции становятся излишними. Перешел на деловой тон Эммерсон. Вы имеете ввиду Сахарова? Хотя бы его. Но он очень много знает. И потому в случае чего несомненно обидится и может сильно навредить нам. Но от него можно легко избавиться. Артур ведь осажденный город. Произойдет, например, несчастные случаи при бомбардировке, что ли? Я этот вопрос обдумаю. Теперь о деталях связи с вами уже в пол голоса проговорил Эммерсон и оба перешли на шепот. Вы очень неосторожны, герой Эммерсон. А что, если я передам вас куда следует? Ваше превосходительство не сделает такой глупости. Хотя бы из боязни огласки некоторых документов, писанных вашей рукой и доставленных нам капитаном Сахаровым. Ах, это сволочь, значит, сумел таки обеспечить себе отступление. Да, капитан человек осторожный и дальновидный, но недальновиднее нас с вами. С этим я вполне согласен. Фок поднялся и, поблагодарив за приятную беседу, удалился. Было уже совсем поздно, когда в окно постучался ножен. Дежуривший казак долго не хотел пускать его, пока он не вручил свою визитную карточку. Мы очень рады видеть артурского коллегу по профессии, приветствовал его Лямбреже, соскучившийся во время долгого визита Фока, когда разговор велся на малопонятном ему немецком языке. Боязливо озираясь по сторонам, но же начал говорить об узурпаторстве Стесселя, его трусости и глупости, полном неумении руководить осадой. Рассказал о не совсем чистых торговых операциях Веры Алексеевны, превознося одновременно Смирнова как истинного вдохновителя и героя обороны. Оба иностранца слушали его с величайшим интересом и обещали принять все меры к разлочению дутой славы Стесселя. Ножин ушел, окрыленный надеждой, что ему наконец удастся свести старые счеты с генерал, адъютантом и его супругой. На следующее утро Гантимуров вежливо сообщил, что господ корреспондентов в порту ожидает их шлюпка, которая и будет отбуксирована в море. Затем поручик попросил вернуть ему все имеющиеся при них блокноты и фотографические пластинки. Иностранцы запротестовали, но затем исполнили это требование, предварительно вырвав все наиболее нужные им листки и сохранив самые интересные негативы. Одновременно в руки князя перешло несколько крупных американских банкнот. Тут же ему был передан и разговор с Ножином. Золотой горы видели, как далеко в море к шлюпке с корреспондентами подошел японский миноносец и принял их на борт. Жаль, послушался рейса и выпустил этих щелкоперов. Выругался Стессель, узнав об этом. Но Ножин так легко не отделается. Виктор Александрович, прикажите Микеладзе и Таутсу учредить за ним самый строгий надзор и отберите у него корреспондентскую карточку. День семнадцатого сентября выдался серый, дождливый, но теплый. На фронте продолжалось затишье, изредка нарушаемое одиночными орудийными выстрелами. В городе тоже было спокойно. С утра по оживленным улицам двигались толпы людей. Во всех уцелевших от бомбардировки церквах усиленно благовестили. Шла подготовка к торжественному богослужению по случаю именин самой Веры Алексеевны. К отрядной церкви, игравшей роль артурского кафедрального собора, стекались многочисленные богомольцы, военные в мундирах при орденах и лентах, штатские во фраках, моряки в треуголках, несколько затерявшихся в городе дам, шелковых и бархатных платьях, солдаты в новом обмундировании. Около девяти часов подъехал экипаж генерала-адъютанта, из которого вышла сама превосходительная именинница со своим супругом в придворном мундире. Она проплыла через наполненную до отказа церковь к своему бархатному коврику, лежавшему у сам вам вона. По дороге она милостью выкланялась во все стороны, а Стессель на ходу пожимал руки генералам и полковникам, удостаивая всех остальных кивком головы. После парадной литургии и молебна о здравии благодетельницы Градосева Боляра Неверы с провозглашением ей многолетия, Вера Алексеевна приняла поздравление от присутствующих в церкви и вышла на паперть, где были выстроены без оружия солдаты от различных полков, а офицеры же вместо сабель и палашей держали в руках пышные букеты цветов. Мадам Стессель в сопровождении блестящей свиты генералов и полковников прошла по фронту, солдаты приветствовали ее громкими криками «Ура!» а офицеры почтительно целуя ее ручку преподносили букеты. Особое внимание генеральша уделила девятой роте крепостной артиллерии, которой командовал Ваминзон. Вера Алексеевна обратилась к солдатам с речью, призывая их кратным подвигом под руководством их доблестного командира. Затем Гантимуров зачитал приказ о награждении крестами некоторых артиллеристов и генеральша собственноручно нацепила их на груди новоиспеченных героев фельдфебеля, каптенармуса, писарей и одного рядового. На этом парадная часть окончилась и превосходительная чета отбыла домой. Вскоре к дому Стесселя стали один с другим подъезжать экипажи. Одним из первых подкатил экипаж белых на передней скамеечке, которого скромно выседала Варя в форменном сестринском платье. Она поглядывала по сторонам, рассеянно слушая наставления матери, как ей следует вести себя в обществе. Будь любезна со всеми, не фыркай на молодых людей, не смейся громко, не гримасничай, помни, что по твоему поведению будут судить о нас, наставляла Мария Фоминишина свою дочку. Знаю я все это, мама. Но что мне делать, если меня так и разрывает от смеха при виде напыщенных глупых физиономий гостей и хозяев, так и хочется расхохотаться и выкинуть какую-нибудь штуку. Слушай, что тебе говорит «Мать, и не смей дурить, Варвара!» вмешался Белый, «Я сам послежу за тобой». Девушка со вздохом замолчала. В гостиной было уже много народу. На диване сидела Вера Алексеевна в окружении дам и высших чинов. Заметив белых, она поспешила им навстречу и по-родственному перецеловалась со всеми. Варя склонилась перед ней в глубоком реверансе и принесла свои почтительные поздравления, после чего отошла в сторону. К ней тотчас же приблизился Гантимуров и рассыпался в комплиментах. Девушка выслушала его со скучающей гримаской и просила «Найдите мне стул и принесите чаю, я хочу пить». Князь исчез и через минуту появился с креслом, сопровождаемый деньщиком с подносом в руках. Варя поблагодарила его и принялась за чай, рассеянно прислушиваясь к болтовне своего кавалера. «Как ваша работа в госпитале? Я часто вижу вас, проезжающей туда верхом, вы. Настоящая артурская афина-паллада, вам не достает только шлемы и копья». Варя мило улыбнулась, а про себя подумала, а ты просто шут гороховый, которому не хватает только дурацкого колпака и погремушки. Генерал-адъютант по случаю именин своей строгой супруги и повелительницы был в ударе и громко хохотал, сотрясаясь при этом своим монументальным корпусом. Рядом с ним маленький, щупленький, скромно улыбающийся Кондратенко выглядел невзрачным и незначительным. Фок, как всегда, хитро ухмылялся в седенькую бородку и изредка вставлял едкие замечания по чьему-либо адресу. В соседней комнате около столика с выпивкой в окружении нескольких партнеров прочно обосновался Никитин. Варя начала подумывать, как бы ей скрыться из гостиной. В это время в дверях появился Надеин, старинного покроя мешковатом парадном мундире с крестами и лентами на груди. В руках он торжественно нес позолоченный складень. Приблизившись к имениннице, он раскрыл его и шамкающим старческим голосом произнес, «Позвольте вам, матушка, поднижти образ ваших небесных покровительниц, вера, надежды, любови и матери Шапии. Она хранится у меня с нежопамятных времен, как шемейная и швитыня, а отныне он принадлежит вам, нашей общей заступнице перед Анатолием Михайловичем». Расстроганная Вера Алексеевна приняла и поцеловала образ, а затем облабызалась со старым генералом и усадила его около себя. Справился с Тессель, подходя к нему. «Не шмею надевать его, пока не получу подтверждение от шаря батюшки. Боюсь, что вам долго придется ждать. Без этого не возложу на себя штольвы шока и награды, которые не считаю себя достойным». Посидев, еще немного надеян откланялся и ушел. «Совсем из ума выжил старый дурак», проговорил ему вслед с Тессель. Вскоре затем приехал Костенко. Мелкая семеня постарчески не сгибающимися ногами, с теплым шарфом на шее, он имел весьма комический вид. Многие иронически заулбались. Варя это заметила и обиделась за своего крестного. Как только генерал со всеми поздоровался, девушка подлетела к нему. «Крестненьки, идемте ко мне!» Повела она генерала к своему креслу. «Тише, тише, стрекоза, того и гляди, опрокинешь меня!» запредставал Костенко. «Нет ли тут сквозняка? А то я простужусь. На дворе ведь уже осень!» «Не беспокойтесь, здесь ниоткуда не дует, тепло и очень уютно. Князь, достаньте еще стул!» Обратилась она к Гантимуру. «Тебе всегда тепло в присутствии кавалеров, а меня старая кровь уже не греет!» Зябко поежился генерал. «Гантимуров нагоняет на меня только холод и тоску смертную. Какой-то он липкий, скользкий противный, не люблю я его!» «И я тоже!» «Опытным судейским глазом вижу прохвост и кончить скамьей подсудимых! Ему верить нельзя, несмотря на то, что он и князь. Твой румяный прапор куда лучше! Где он сейчас?» «Сидит на залитерной!» Покраснела Варя. «Вы слыхали, крестники, как он отличился под высокой?» «Читал о нем в приказе. Молодец! Теперь наидо застенчивость, не правда ли?» «Что же он не делает тебе формального предложения, коль он такой крабрый? Со мной он форменный трусишка!» «Это верно! Ты хоть кого запугаешь!» Их разговор был прерван грохотом разрыва. Гости всполошились и бросились к окнам. «Никогда раньше снаряды так близко от нас не падали?» — заволновался Стессель. «Это результат посещения иностранных корреспондентов», — заметил Вера Ихсевна. «Остается только еще раз пожалеть, что я их не вздернул, как хотел сначала», буркнул генерал. «Новый, еще более сильный взрыв», сотряс весь дом до основания. Большинство присутствующих поспешило во двор. Еще не разошедшийся столб черного густого дыма указывал место падения снаряда. До него было около полуверсты. «Наверное, опять начался обстрел с моря 12-дюймовыми снарядами. Среди осадных батарей таких крупных калибров не может быть», проговорил Белый. Резкий свист и шипение возвестили о приближении со стороны фортов очередного японского гостинца. Стало очевидным, что стреляют с суши, а не с моря. На этот раз взрыва не последовало. «Надо сейчас же разыскать снаряд и выяснить его калибр», заторопился Белый. Стессель, тоже начавшаяся бомбардировка заставила гостей поторопиться с отъездом. Первыми уехали адмиралы, за ними тронулись и остальные. «Господа, господа», кричала им вслед именинница, «прошу помнить, что обед отнюдь не отменяется, а только переносится на вечер. Жду всех к себе обязательно». Белый, Кондратенко, Ирман и Мехмандаров в ожидании результатов поисков снаряда задержались у Стесселя. Варея Фоминишна и Варе с Верой Алексеевной удалились во внутренние комнаты. Там генеральша показала полученные ею сегодня подарки, бриллиантовые колье, поднесенные Сахаровым от фирмы Тифонтая, брошь с рубинами от гражданского населения Артура и ряд более мелких драгоценностей от различных лиц и организаций города. Варя с интересом примеряла на себя кольца, брошки, кулоны. «Для твоей свадьбы у меня давно припасены серьги с рубинами», девушка не выказала особенного восторга. «Ты сегодня все время любезничала с князем, не правда ли он очень мил, прекрасная для тебя пара?» В ответ Варя только вздохнула. Вера Алексеевна истолковала это в пользу своего протеже. «Подумай, только княгиней будешь, быть может, станешь придворной дамой, побываешь во дворце, на балах. Я и танцевать-то не умею. И, кроме того, собираюсь жить на хуторе, а не в Петербурге. Это ты говоришь по молодости лет и под влиянием учительниц Пушкинской школы и известных своим либерализмом и распутным поведением. Напрасно вы ее туда пускаете, Мария Фоминишна. Совсем они не распутные и даже очень скромные, заступилась Варя. То-то одна из них прямо объявила себя женой какого-то офицера, хотя и венчалась с ним только возле ракитового куста. «Леля — гражданская жена Стаха, таких жен можно сколько угодно найти во всех вертепах. Неправда, Леля совсем не потерянная, а Оля и не замужем. Пылко запротестовала девушка. Потому как ты разговариваешь со старшими, можно судить, среди кого ты вращаешься. Пойди-ка, погуляй на дворе, пока я поговорю с твоей матерью». Варя красная от возмущения вылетела из комнаты и наткнулась на Гантимурова, который, видимо, поджидал ее у двери. «Куда вы так спешите, мадемуазель?» — увязался он за девушкой. «Хочу посмотреть, куда стреляют японцы. Вы не боитесь бомбардировки? Около нашего госпиталя каждый день падают снаряды». На дворе они застали казака, приехавшего с докладом о найденном снаряде. Дюжий глубоко в землю ушел, а дырка от него огромная, голова пролезет. Полиция пригнала китайцев с лопатами, чтобы его выкопать. В это время Рейс принес сообщение, что на втором форту крупный снаряд пронизал земляное перекрытие, двухэтажный бетонный свод каземата и, разорвавшись внутри, вывел из строя около ста солдат и двух офицеров. «Василий Федорович, едемте туда немедленно», предложил Кондратенко. «Там, наверное, найдутся осколки, по которым мы определим его калибр». Белый тотчас согласился. «Подвезите меня по дороге к госпиталю, папа», попросила Варя. «Мне пора на дежурство». «Ладно уж, только чурнее дальше», ответил Белый. Через несколько минут оба генерала, как были, в парадной форме с Варей, катили на форт номер два. По дороге они увидели дым от нескольких таких же огромных взрывов на батареях за литерной и литерой Б и решили завернуть сначала туда. Варя соскочила у своего госпиталя, но, подождав, пока экипаж скрылся за поворотом, пешком направилась тоже на за литерную. Она была обеспокоена, и ей хотелось поскорее узнать, все ли там благополучно. На за литерной борейка показал генералам две сожженные глубины воронки. Какого калибра, по-вашему, снаряды, исправился Кондратенко? Ровно одиннадцать дюймов. Вот, извольте, посмотреть на донышко. Да не может быть! В один голос воскликнули генералы. Как японцы смогли доставить такие большие пушки под Артур, удивился Белый. Дальний тым целеханик достался, и железную дорогу наши войска при отступлении почти не испортили. Одним словом, все было сделано, чтобы облегчить подвоз крупных орудий к Артуру, иронически заметил Борейка. Наступило молчание. Кондратенко хмурил брови и нервно пощипывал свою бородку. Он чувствовал себя врачом, неожиданно определившим смертельные заболевания у своего пациента. Для него сразу стало очевидным, что отныне дни Артура сочтены. Подавив в себе поднявшиеся волнения, он спокойно проговорил «Интересно ознакомиться с их действием по нашим бетонным укреплениям». «Едва ли многие из них выдержат такое испытание», отозвался Борейка. Сильный взрыв за горой прервал их разговор. «Как бы не по нашей литере Б», забеспокоился Борейка. «Эй, сбегай кто-нибудь, посмотри», обернулся он к солдатам. Но Блохин уже выскочил на дорогу. «Вакурат по самой позиции, в правый каземат, из него исчез, дым идет, зарал он во всю мочь». Все бросились на батарею литеры Б, генералы с Извнаревым оказались сзади. «Сергей Владимирович», вернулся к прапорщику Кондратенко, «быстренько подсчитайте, какой слой бетона и земли могут пробить такие снаряды». «Мне надо знать вес бомбы и ее конечную скорость». «Двадцать пудов, а скорость около тысячи футов в секунду», ответил Белый. Звонарев, откозыряв, направился в блиндаж, и первые же подсчеты показали, что взрыв такого снаряда может выдержать только двухоршинный бетон, прикрытый сверху сожирным слоем земли и камня. Ни на одном из укреплений сухопутного фронта таких бетонных сооружений не было. Он понял, что против одиннадцатидюймовых снарядов порт Артур совершенно безоружен. Взяв листок с подсчетом, он побежал к генералам. Они уже дошли до батареи. В тыл шло несколько человек с носилками, которые сопровождала Шура Назаренко. «Много у вас пострадало», справился Белый, когда она поравнялась с генералами. До смерти никого не убила, а придавила в каземате двоих, кивнула на носилки девушка. «Отправьте их в сводный госпиталь Квари или в Пушкинскую школу, там за ними будет хороший уход». Разрушения на батарее литеры Б оказались не особенно велики, пробила свод каземата, причем рельсы, заложенные в бетон, выдержали. Солдаты толпой обступили генералов и внимательно прислушивались к их разговору. «Видать, теперь Артуру скоро конец», вздохнул Жиганов. «Супротив таких пушек ничто устоять не сможет». «На все воле Божье», отозвался Лепехин, «надо б молебен отслужить о спасении от новой напасти. Хоть с утра до вечера поклоны перед образом бей, все одно ничто не поможет», вмешался Блохин. «По-твоему, выходит, что японский бог сильнее нашего?» обиделся Лепехин. «Генералы, да инженеры их башковитие наших, вот тут в чем дело», ответил Блохин и, оглянувшись на начальство, быстро зажал себе рот. «Заделать ночью дыру мешками с землей», распорядился Белый, обращаясь к Гудими. С батареи литеры Б генералы отправились на форт номер два, а Борейка со званревыми солдатами на залитерную. «Ну, каковы результаты ваших подсчетов?» На ходу в полголоса справился Кондратенко. Прапорщик протянул листок с цифрами. Генерал молча взглянул на него и сунул в карман. «Я дома проверю еще раз, а пока попрошу не разглашать полученных результатов», предупредил он. На залитерную тем временем пришла Варя. Увидев Шуру с носилками, она тотчас же распорядилась поместить солдат в одном из блиндажей и вызвала по телефону из госпиталя рикш для перевозки раненых. Борейка и Звонарев застали обеих девушек за перевязкой раненых. «Вы успели уже прилететь сюда на помиле, ведьмочка?» с притворным ужасом, говорил Борейка. «А ну, вас!» отмахнулась от него Варя. Отправив раненых, она зашла в офицерский блиндаж к Звонареву. «По какому случаю ваш батюшка и Кондратенко сегодня появились у нас в парадной форме?» спросил прапорщик. «Сегодня же именинница Вера Алексеевна, они и приехали сюда прямо от Стесселя. Вот оно что! День те за именинство Порт-Артурской некоронованной царицы, тот во всех церквах попы с утра делимбонили!» захохотал Борейка. «Вера Алексеевна первая дама в Артуре, поэтому к ней так все и относятся», возразила Варя. «А вы у нас первая амазонка?» «Надо думать, что в день ваших именин казаки устроят общую джигитовку, а я так и быть вашу честь заставлю солдат целый день ездить друг на друге верхом». «За что вы меня так не любите, медведь?» неожиданно спросила Варя. «А за что мне, собственно, вас любить?» «Но я все же приношу пользу у вас на батарее, как сестра и к тому же фельдшер». «Как фельдшер? Вы нашему Мельникову в подметки не годитесь». «Неправда?» «Он уже все забыл, что знал, а я сдала экзамен на круглые пятерки. Еще бы!» «Генеральская дочь и родственница самого Стесселя». «Хоть вы рта на экзамене не открывали, все равно пятерки получили бы». «Да захоти вы сейчас наши эскулапы вам и докторский диплом преподнесут, лишь бы угодить начальству и получить какой-нибудь орденок или крестишко». «Все это неправда». «Вы злитесь, потому что сами за всю войну не получили ни одной награды. Где уж нам?» «Я только понять не могу, за какие такие великие прегрешения Господь Бог хочет наказать Сережу, наградив такой супругой, как вы». Варя на терпение лопнула, вы бестактный, грубый и противный человек, но постойте, я на вас найду праву Оли Селениной. Она вам прочтет хорошую нотацию о правилах вежливости, не обрадуйтесь». Барейко сначала весело засмеялся, но затем нахмурился и вышел. «Ох, и сердит его бы с поручиком», обернулась Шура к Варе, «того и гляди подеретесь». «Смотри и учись, как с мужчинами надо обращаться. Им по тачке ни на грош давать нельзя, конечно. Проводите меня немного, Сергей Владимирович. Боитесь, чтобы вас еще не обидел медведь? С ним-то я и без вас справлюсь». Солнце уже склонялось за перепелиную гору. Слышалась довольно оживленная оружейная перестрелка. На орлином гнезде грохотали пушки. Барейко, собрав вокруг себя солдат, беседовал с ними на различные темы. Заметив Варю, он с нарочитой вежливостью раскланился с ней. «Надеюсь, с мадемуазель до нескорого свидания». Девушка в ответ свирепо погрозила ему кулаком. Солдаты громко захохотали. Вернувшись после объезда позиций в штаб Стесселя, Белый и Кондратенко подробно доложили обо всем виденном. «Значит, все пустяки», неожиданно резюмировал генерал-эдвитант. «Мы беззащитны против таких крупных снарядов. В этом вся трагедия», заметил удивленный Кондратенко. «Василий Федорович, мне всегда говорил, что орудия крупных калибров очень недолговечны. Сделают сто выстрелов и приходят в негодность. Выпустят японцы сотню другую снарядов и успокоятся». «Одиннадцатидюймовая батарея Золотой горы сделала уже по нескольку сот выстрелов из каждого орудия и все же продолжает стрелять», проговорил Белый. «Но как?» «Большая часть ее снарядов попадает на город и наши позиции. Если японцы начнут также бомбардировать нас, им же будет хуже. Пойдем как к столу и выпьем за здоровье именинницы, которую даже японцы почтили салютом из своих новых пушек». Вернувшись за полночь в свою квартиру, Кондратенко снял с себя парадный мундир и, вынув бумажку с расчетами Звонарева, внимательно проверил их. Все оказалось правильным. Встав из-за стола, генерал в задумчивости заходил по кабинету. Полученные на днях сведения о поражении русских под Ляояном и отходе Куропаткина к Мукдену настроили его на мрачные размышления. Надежда на скорую деблокаду крепости страны суши становилась каждым днем все более призрачной. Балтийская эскадра продолжала находиться в России и, следовательно, могла прибыть в Артур не раньше января. Появление тяжелых осадных мортир предрешило падение крепости в течение ближайших двух-трех месяцев и неминуемо влекло за собой гибель всей эскадры. Даже своевременное прибытие эскадры Рождественского не могло спасти Артур. Плачевный исход войны казался Роману Исидоровичу неизбежным. Жгучий стыд за опозоренную родину сменялся вспышками гнева на бездарное правительство, приведшее к такому позорному концу. Невольно ему вспоминалась собственная жизнь. Сын старого кавказского солдата, после полувековой службы, получившего прапорщи Чичин, он учился на медные деньги. Трудовая жизнь началась для него рано. Мальчиком он на тифлистских базарах продавал искусственные цветы и другие мелкие безделушки, которые делали его сестра и мать Белошвейка. С третьего класса маленький Рома уже дает уроки своим более состоятельным товарищам и этим не только содержит себя, но и помогает родным. Наконец счастье улыбнулось. Ему удалось поступить в военно-инженерное училище, а затем в академию, которые он окончил блестяще. Молодой строительство Батумской, Михайловской, как она тогда называлась, крепости. И тут лицом к лицу сталкивается с продажностью и казнократством инженеров и подрядчиков. Роман Исидорович попытался бороться с этим. Очень быстро произошел конфликт. На предложенную ему взятку он ответил пощечиной. Начался длинный судебный процесс, в котором он явился подсудимым. В результате Роман Исидорович навсегда решил бросить инженерную деятельность. Не желая расставаться с любимым и родным ему военным делом, он поступил в академию генерального штаба, которую также окончил с отличием. И дальше началась служба в строю, которая раскрыла перед ним картину полной неподготовленности русской армии к войне, где боевое обучение подменялось шагистикой и парадами. Невежество, некультурность, казнократство офицеров делали невозможным освоение современной техники войны. После нескольких выступлений на эту тему, Закандратенко прочно установилась репутация беспокойного, неуживчивого командира, от него поспешили избавиться, сплавив его на Дальний Восток. Сюда он попал к моменту возвращения русских войск из китайского похода. Трезво оценивая состояние частей, он пришел к выводу, что этот поход только понизил боеспособность и развратил их, приучив к легким победам над почти безоружным противником. В Артуре его встретили недружелюбно, Фок откровенно завидовал его карьере, Стессель смотрел свысока на слишком ученого генерала, но Роман Исидорович прекрасно знал, что кроме генералов еще существует русский народ, одетый в серые солдатские шинели, из которого вышел он сам и кровную связь, с которым он постоянно чувствовал. Не раз он видел, как каверзы и прямое предательство завистливых генералов разбивались о солдатскую преданность родине. Перед его мысленным взором одна за другой проходили картины мрачного будущего ожидающего Артур. Он ясно сознавал, что дальнейшая оборона крепости повлечет огромные ненужные жертвы среди гарнизона и особенно среди солдат. Спасти их от напрасной гибели, избавить родину от позора могло лишь быстрейшее окончание войны, но трудно было рассчитывать, чтобы в Петербурге вняли голосу благоразумия и поспешили с заключением мира. Остается одно, последнее средство, обратиться непосредственно к царю, через голову наместника, министров и придворной комарильи, размышлял Кондратенко, и сделать это может и должен Стессель, как генерал-эдъютант, имеющий право обращаться непосредственно к монарху. Нужно только убедить его в необходимости такого шага. После долгих колебаний Кондратенко решил изложить свои соображения в письменной форме, чтобы в истории остался след от его попытки спасти родину от грозящего и неминуемого позора о солдат от бесцельной гибели. Роман Исидорович сел за стол и начал быстро писать «Ваше превосходительство, многоуважаемый Анатолий Михайлович! В настоящее время, пока порт Артур держится, наши неудачи на других театрах войны нельзя считать особенно унизительными. Но если к потере Ляояна и к другим поражениям присоединится падение Артура и гибель находящегося здесь флота, то в сущности компания будет безвозвратно проиграна. Наш военный неуспех примет унизительные для русского достоинства размеры. Рассчитывать на своевременную выручку порт Артура, нашей беспрерывно отступающей на север армией или все еще находящимся в Кронштадте флотом, по-моему, невозможно. Единственным почетным выходом из такого положения является поэтому заключение немедленного допадения порт Артура мира, которое, несомненно, можно до сдачи Артура самоунизительных для народного самолюбия в условиях, свободного пропуска гарнизона с оружием и знаменами к Манчжурской армии и флота во Владивосток, денежная компенсация за уступку Артура японцам и тому подобное. Очень вероятно, что государю доносят о военных событиях неправильно, искажая существующую действительность. Истинное, правдивое донесение может устранить большую беду для нашей Родины. Поэтому, как высший представитель здесь государственной власти и лицо облеченное царским доверием не сочтете ли вы возможным шифрованную телеграммой на имя государя донести о действительном положении дел здесь на Дальнем Востоке. Настоящее письмо мною написано ввиду моей глубокой уверенности в необходимости такого шага для блага моей Родины и вашего сердечного отношения ко мне, вашего превосходительства, покорный слуга Р. Кондратенко Прочитав письмо еще раз, Роман Исидорович разбудил денщика и приказал ему с утра доставить его к Стесселю. В окнах уже серел туманный рассвет. С чувством честно исполненного долга Кондратенко разделся и лег спать. Встав, как всегда, в семь часов утра, Стессель собирался совершить свою обычную утреннюю прогулку верхом по берегу моря, когда ему подали письмо Кондратенко. Удивленный генерал вскрыл конверт и быстро прочитал написанное. На лице его выразились растерянность и изумление. Как во всех трудных случаях жизни, он поспешил за советом к своей супруге. Генеральша, утомленная именинными хлопотами, еще нежилась в постели и была сильно недовольна появлением мужа. Стессель прочитал послание Кондратенко. Как, по-твоему, я должен реагировать на это? Ну, прежде всего необходимо сохранить письмо. Оно может очень пригодиться впоследствии. Писать царю, конечно, нельзя, иначе выйдет, что Куропаткин и Алексеев обманывают его, а ты их выводишь на чистую воду, рассудила генеральша. Кондратенко, ввиду явного упадка его духа, пожалуй, придется заменить в должности начальника скопутной обороны Фоком, не совсем уверенно проговорил генерал-адъютант. И не думай об этом. Фок через два дня сдаст Артур, а отвечать за это будешь ты, а не он. Вечером ты поговори с Кондратенко и объясни, почему невозможно сделать так, как он предлагает. Остальным, даже Рейсу, об этом ни слова, предупредила совсем уже проснувшаяся Вера Алексеевна. Не встретив сочувствия у Стесселя, Кондратенко не стал настаивать на своем предложении и с удвоенной энергией принялся за развитие и воспитание боевых качеств солдат и офицеров. Продолжение следует...